The sermon The Greatest Battle Ever Fort was delivered on Sunday morning, March 11, 1962, at the Branham Tabernacle, Jeffersonville, Indiana, USA. Проповедь «Самая великая битва из всех» была произнесена в воскресенье утром 11 марта 1962 года в Скини-Бранхамо в Джефферсон-Вилле, штат Индиана, Соединенные Штаты Америки. Благодарю тебя, брат Орман. Благословит тебя Господь. Доброе утро, друзья. Счастлив снова быть здесь в это утро, и немного неожиданно, я полагаю, для меня самого, и я уверен, что это будет неожиданным и для собравшихся. И я просто читал, и благодарю вас, сестра. И Господь, кажется, кое-что положил мне на сердце, чтобы дать церкви, и я подумал, что как раз время это сделать. И теперь это, когда я приехал, и тогда, не зная, что мы будем здесь в это воскресенье, я объявил, что у меня есть послание для церкви. И я хочу, если воля Божья, дать это послание в следующее воскресенье. И будет довольно много времени, так что, вероятно, уйдем не раньше 12.30, или, может быть, в час дня, где-то в такое время. Это лежало у меня на сердце долгое время, и я думаю, что обязан дать людям ответ, почему я снизил свою деятельность на этом поприще. Я проповедовал повсюду, но уверен, что это ни разу не достигало того места, где это должно быть. Поэтому, я думаю, если воля Господа в следующее воскресенье, я хочу отвести время и просто изложить причину и объяснить вам, по Писанию, что происходит, почему все это так. Потому что я, вероятно, немедленно отправлюсь за рубеж или еще куда-нибудь. Теперь я жду, пока не увижу, каким путем Он направит меня. Последние, примерно три или два дня назад, мне позвонили почти в полночь. Надо было помолиться за одну женщину, которая была в больнице. И они позвонили мне и сказали, помолись. И я забыл имя, которое они назвали, что сказали, что это подруга миссис Беллы Джеймс, нашей сестры из этой церкви, темнокожая сестра, очень преданная, замечательная женщина. Я думаю, они назвали мне имя Шеферд. И я поднялся с кровати и встал на колени и рассказал своей жене. Телефон зазвенел, разбудил ее. И я сказал, нам надо помолиться за миссис Шеферд. Одна сестра позвонила. Это подруга миссис Беллы Джеймс. И так мы помолились за нее, обратно пошли спать. И затем, на следующий день, где-то часов в 10 или 11, снова позвонили. Это был Билли. И он сказал, что это была не миссис Шеферд. Сказал, что это была сама миссис Белла, а не подруга миссис Беллы. Это была миссис Белла, и она в больнице. И помчались в больницу, но она скончалась. Господь позвал миссис Беллу домой. Миссис Белла верно участвовала с нами здесь, в церкви, в собраниях многие годы. Мы с ее мужем Джеймсом и с моим отцом вместе работали много лет тому назад. Мы пришпоривали от Пенсильвании до Калгейтов. Много лет тому назад. Я думаю, 30 лет назад или больше. И мы любим сестру Беллу. Она была прекрасным человеком. И я думаю, у нее был острый приступ болезни желчного пузыря. И они, ее врача, который действительно хорошо знал этот случай, в то время не оказалась в городе. А новый врач пришел осмотреть ее и посоветовал срочно сделать операцию. И она ее не перенесла. И она была, я думаю, ее, насколько я понял, ее лечащий врач не рекомендовал бы операцию, потому что она была крупной женщиной, и ее желчный пузырь был очень плох. И у нее были камни, я думаю, или что-то в нем. И Господь явил милость. У нее были такие приступы до того. И Господь заботился об этом много раз. Но вот так случилось, что... Что ж, если выразить это в полной мере, мы бы сказали, Бог позвал сестру Беллу. Вот таким образом это надо принять. Видите? И как это он упустил? Мне это так сообщили, что я подумал, что это миссис Мисс Шеффорд. Я не знал мисс Шеффорд. Может быть, это леди здесь в это утро, и, может, я узнал бы ее, если бы увидел ее лицо. Но сказали, что это была миссис Шеффорд. И раз уже вышло таким образом, так что, если бы я знал, что это была миссис Белла в таком состоянии, я, вероятно, выехал бы туда и сразу начал бы ходатайствовать за нее. И потом, видите, может быть, Бог не хотел, чтобы мы так сделали. Поэтому мы знаем, что любящим Бога все содействует ко благу. И я уверен, что сестра Белла любила нашего Господа. Она была хорошая женщина. Да, она одна из нас. Мы здесь не смотрим на цвет кожи. Семья Божья не смотрит на цвет кожи. Не важно, красного мы цвета, коричневого, черного или желтого, или белого. Какой бы ни был цвет, мы, братья и сестры, во Христе. И поэтому мы любим ее, и нам в этой скинье будет не доставать ее. Как мне будет не доставать этих громких, грубоватых восклицаний «Аминь», которые раздавались от сестры Беллы сзади, из того угла, и подвозить ее домой. Она всегда говорила о Господе Иисусе. Если я правильно понял, я узнал это только несколько минут назад, но я думаю, что ее похороны будут проводиться здесь, в церкви, в этот вторник, в час дня. И я думаю, мы с вами будем совершать богослужения на этих похоронах. Но в этом собрании сегодня мы ослабли на одного человека. В почтении к нашей сестре Белле, давайте поднимемся на минуту и склоним свои головы. Бог жизни, который дает жизнь и берет жизнь. Как когда-то сказал Иов, Господь дал, Господь и взял. Да будет имя Господня благословенно. Несколько лет назад ты послал к нам сестру Беллу быть вместе с нами гражданкой Великого Государства Божьего. И мы благодарим Тебя за каждое вдохновение, которое, она являла пред нами, как она любила петь и свидетельствовать. И до того была наполнена духом, что она восклицала и восклицала. И она не стыдилась благовестия Иисуса Христа. Ибо для нее это было силою Божьей по спасению. Годы ее накапливались, и наступает время, когда всем нам придется ответить. И ты забрал ее от нас в это утро в присутствие свое. Истинно так, когда мы уходим отсюда, то входим в присутствие Божье. О Бог, мы за все тебя благодарим. Мы молим, чтобы ты благословил ее мужа, моего друга Джеймса, ее сына, ее дочерей, всех их. Мы знаем, что ее сын теперь летит из Германии, из вооруженных сил, направляется домой, чтобы в последний раз почтить на этой земле свою ушедшую мать. Как сильно должно быть стучит сердце этого молодого человека. Я молю за него, Господь. Боже, благослови его. Благослови Джимми, и как он, видеть, как он там часами изнурительно работает, чтобы заработать свою семью на жизнь. Я молю, чтобы это большое семейство не разделилось, но нераздельной семьей оказались на той земле. Дай нам, Господь, теперь потуже затянуть пояс и оружие, немного потуже, и выйти на поле битвы, сражаться, хотя нас стало на одного меньше, чем было на той неделе. Мы молим, чтобы Ты поддержал нас и укрепил нас, и помог нам в дальнейшем пути. И дай нам однажды снова собраться вместе на другой стороне, ибо мы просим этого во имя Иисуса. Аминь. Теперь пусть душа нашей ушедшей сестры отдыхает в мире. Я хотел бы сказать, что будем проповедовать здесь на ее похоронах в воскресенье, то есть во вторник, и мы приглашаются все, кто сможет прийти. Я полагаю, брат Невилл сделал приготовление. Вы сделали. Теперь сегодня я только... Видите, тут не слишком много. Если бы там откуда-нибудь принесли стулья для брата и сестры Слотер. Мне передали ваш звонок, сестра Слотер, и я ездил молиться за вашу другую сестру Слотер, за сестру Джину Слотер, у которой была толеремия. У нее, конечно, был тяжелый случай, но мы доверяем Богу, что с ней все будет в порядке. Теперь мы хотим прочесть некоторые места Писания. В это утро я хочу просто учить, используя свое время, потому что с тех пор, как я вернулся из Аризоны, мой голос еще немного хриповатый. И теперь, следующее воскресенье, не забудьте. И я думаю, что Билли уже разослал приглашение. И это будет довольно длинное служение, мы полагаем, так что приходите пораньше, насколько сможете. Мы хотим начать примерно в 9.30, то есть я имею в виду в 10 часов. И, может быть, запомните, около часа или в час, может быть, или до 12.30, до часа. Примерно так. Я хотел бы отвести 3 или 4 часа или больше и просто взять из Писаний. Принесите свои карандаши и бумагу и приготовьте это. Если будет какой-то вопрос, спросите. Спросите это, понимаете. И, может быть, мы сможем это объяснить. Сделаем, что сможем, чтобы помочь. Теперь сначала давайте прочтем кое-что из Писаний. У меня есть 3 места из Библии, которые я хотел бы прочесть. И первое из них, если хотите это отметить, если есть карандаш, я хочу обратиться в это утро к нескольким текстам, на которые я, или, вернее, к нескольким местам Писаний, на которые я хотел бы сослаться. Сначала будет 1 Петра 5.8.10, Ефесянам 6.10.17 и Даниила 12.1.14. Теперь отведем время для чтения. Практически все сидят. Некоторые еще стоят сзади и сбоку. Но мы постараемся пройти как можно быстрее и отпустить вас. Затем будем молиться за больных. В это утро здесь лежит одна женщина. Она очень больна. Я знаю, что она и вчера была очень больна. И я просто хотел, чтобы в это утро она сначала услышала, до того, как я помолюсь за нее. И я знаю состояние этой женщины. Она очень больна. Но у нас есть Великий Небесный Отец, который одержал победу над всеми болезнями. И у меня есть небольшой... Я спросил миссис Вудс, не могла бы она прочесть это, но ей как-то не хотелось это делать. Одна статья, где медицинский доктор выразил свое удивление, поскольку он был критиком божественного исцеления и даже не позволял никому говорить об этом в его офисе. И своей медсестре тоже. И вот так случилось. У него оказалась пациентка с тяжелым случаем ракового заболевания. Он не хотел этим заниматься. Так что он отправил ее в другую клинику. И там они тоже не захотели этим заниматься и отправили ее обратно. И так они... Ох, это было на груди и было в ужасном состоянии. Вся кожа была изъедена. И этот рак перешел в грудь, в ребра. Я, полагаю, вы понимаете, что я говорю. У них был один наш друг, доктор из Норвегии. Он находится с нами в это утро. И он приготовил все свои принадлежности, потому что сказал, что он знал, что она захочет, чтобы он оперировал и удалил грудь. При этом очень много крови. И он приготовил все свои тампоны, все. Медсестра подготовила эту женщину и доставила ее в операционную. И затем она вернулась, чтобы взять инструменты, которые понадобятся доктору и его ассистенту для удаления груди. И они уже наложили на нее салфетки и все, что надо. И они начинали, когда он собрался начать, ее муж захотел узнать, можно ли ему сесть в углу комнаты и молиться. Он был проповедником святости. И он сел там, в конце кровати, и молился. Конечно, доктор не был особенно доволен этим. Вы понимаете, что тот находился там. Но если он не будет смотреть и ему не станет плохо, ну тогда ладно, пусть будет. Может не упадет в обморок. И когда сидел там и молился, вдруг в комнате возникла вибрация. И вот доктор уже поворачивается со своим инструментом, чтобы начать удалять грудь. Он убирал тампон за тампоном, но на груди не осталось даже шрамов. Ни одного рубца. Он сказал, что это не двигается. И он увидел, что медсестра дала ей свидетельство. Двое из них выходили и превратили пентекостой. Сделали с Господом, служили Господу. Не даже шрам. Он сказал, что это исчезло? И он начал, и эта медсестра засвидетельствовала. И они оба обратились и стали пятидесятниками. Наполнились святым духом и служили Господу. Не было даже шрама. Сам доктор Холбрук свидетельствовал. Он сказал, что за минуту до этого там лежала эта женщина и была медсестра. И на груди женщины громоздилась большая раковая опухоль. А спустя минуту она исчезла. И на том месте не осталось даже никакого шрама. Это один из наших замечательных докторов медицины в Америке. Он сказал, что он был доверен. И он был декор в церкви. Видите? Видите, люди думают, что церковь – это просто куда ты ходишь. И что это «ах, ты идешь туда научиться добру» или чему-то такому. Совсем не это, друзья. Нет. Бог – это Бог. Он сегодня такой же великий, каким он был всегда. И он всегда будет таким же. И он… мы просто любим его. Теперь мы хотим прочесть из 1 Петра, 5 глава. Начнем с 8 и 10 стиха. Трезвитесь, бодрствуйте, потому что противник ваш дьявол, рыкающий лев, ходит, ища, кого поглотить. Противостойте ему твердую верою, зная, что такие же страдания случаются и с братьями вашими в мире. Бог же всякой благодати, призвавший нас в вечную славу свою во Христе Иисусе, «По кратковременном страдании вашем, да совершит вас, да утвердит, да укрепит, да соделает непоколебимыми». «Да будет хвала Богу!» Теперь из книги Ефесянам. Здесь мы хотим обратиться к книге Ефесянам, 6 главе, и хотели бы прочесть с 10 по 17 стих. Я это пометил. Наконец, братья мои, укрепляйтесь в Господе и в могуществе силы Его. Облекитесь во все оружие Божье, чтобы вам можно было стать против козней дьявольских. Потому что наша брань не против плоти и крови, но против начальств, против властей, против мироправителей тьмы века сего. Против духов злобы поднебесных. Для сего примите все оружие Божье, дабы вы могли противостать в день злый, все преодолевший устоять. Итак, станьте, припоясавши через славаши истинною, облегшись в броню праведности и обувши ноги в готовность благовествовать мир. Апачи всего — щит веры, которым возможите угасить все раскаленные стрелы лукавого. И шлем спасения возьмите, и меч духовный, который есть Слово Божие. Теперь из книги Даниила. Я хотел бы прочесть немного больше. Так, Даниила, 12 глава. Я хочу начать с первого и прочитать довольно длинный отрывок из этого, 14 стихов. И восстанет в то время Михаил, князь великий, стоящий за сынов народа твоего. И наступит время, тяжкое, какого не бывало с тех пор, как существуют люди до сего времени. Но спасутся в это время из народа твоего все, которые найдены будут, записанными в книге. И многие из спящих в прахе земли пробудятся, одни для жизни вечной, другие на вечное поругание и посрамление. И разумные будут сиять, как светило на тверде, и обратившие, обратившие многих к правде, как звезды вовеки навсегда. А ты, Даниил, сокрой, сокрой сии книгу до последнего времени. Многие прочитают ее и умножатся в ведение. И я, Даниил, посмотрел, и вот стоят двое других, один на этом берегу реки, другой на том берегу реки. И один сказал мужу в льняной одежде, который стоял над водами реки, когда будет конец этих чудных происшествий. И слышал я, как муж в льняной одежде, находившийся над водами реки, подняв правую и левую руку к небу, клялся живущим вовеки, что к концу времени и времен и полувремени, и по совершенном низложении силы народа святого, все это совершится. Я думаю, тут я остановлюсь. Я хочу взять тему, если из этого можно будет назвать такой темой, чтобы сделать это заключение. Самая великая битва из всех. Вот что я хочу использовать в качестве темы. Так вот, сегодня утром я буду придерживаться этой темы. Мы только что вернулись. Я и несколько попечителей из этой церкви. Мы были в Аризоне. Вообще-то мы ездили на собрание в Феникс, у брата Шарита, в его скинии. Но когда я found out that a brother was in town having services in a tent, then I felt a little reluctant about holding a meeting. Я thought maybe I would have it on the Sunday afternoon so that no one would be bothered in their churches, but find out that he had Sunday afternoon services also. Но когда я узнал, что один брат был в том городе, проводил палаточные служения, вот, тогда у меня пропала охота проводить собрания. Я подумал, что может быть я проведу его воскресенье днем, чтобы никого не беспокоить из их церквей. Но узнали, что у него служение и в воскресенье днем. И я немного беспокоился насчет проведения служения. Итак, мы с братьями вместо того, чтобы провести весь день, поскольку мы выезжали на охоту. Мы поехали в город и подготовились, и пошли на служение к брату Аллену. У брата Аллена проходили служения. Итак, мы пошли на служение, и брат Аллен проповедовал сильную проповедь. Мы хорошо провели время, слушая брата Аллена, слушая певцов и так далее. Как они пели и восклицали, было сильное служение. И все это время мы видели руку Господа. Куда бы ни направились, Господь Иисус встречал нас. И нечто такое есть в этих выездах в пустынные места. В этом есть нечто такое, когда ты находишься один, там нечто притягивает тебя. Я думаю, это одна из причин, почему я люблю те отдаленные места. Убираешься от этой вражьей силы, чего здесь у нас так много. Дьявол почти беспомощен, пока ему не удастся во что-то втиснуться. Ему это надо. Вы помните легион тех изгнанных бесов? Они желали принести больше вреда, поэтому захотели войти в тех свиней. Итак, бесам надо во что-то втиснуться. Через кого-нибудь потрудиться. Таким же образом делает и Бог. Ему нужны мы. Он зависит от нас. Совершать труд через нас. И когда были в этой поездке, многие приходили к нам со сновидениями. И Господь Иисус ни разу не подвел, но давал точное истолкование. Было именно так, в точности таким образом. И тогда Он был добр к нам, привел нас к дичи и сказал нам, где она была. И вы знаете, просто собраться где-то там, это так замечательно. Сесть ночью вокруг костра, вдали от всех, за многие-многие мили. И наблюдать за отблесками пламени костра на скалах. О, это было потрясающе. Там один брат с женой, которая произошла беда, которая годы тому назад она подняла голову на собрании. Я проводил там служение, и я попросил их опустить головы. Там на сцене была одна женщина, из которой должен был выйти злой дух. А та женщина, непочтительно, все равно подняла свою голову. И тот дух вышел из женщины на сцене и вошел в нее. И это около 14 лет, и женщина оказалась в серьезном состоянии, настолько даже психически, что она делает такие вещи совершенно неправильные. Например, оставила своего мужа, пошла и вышла замуж за другого мужчину, в то время как продолжала жить с мужем. Заявила, что не знает, что сделала это. Так что они пытались ее обследовать из-за этого. Как это называют, когда ты амнезия? Это, да, такое название. Думаю, что это правильно, доктор. Но это было не то. Это был дух. И ее и эта леди была моим хорошим другом. Но с того вечера она сознательно возненавидела меня. Конечно, вы понимаете, почему. Но потом, когда пришел ее муж, и мы в той комнате встали на колени молиться, тогда сошел Святой Дух. Вот оно что. Тогда он явился в ту ночь ее мужу во сне. Он вернулся с этим сновидением, подумал, что это несерьезно. Пришел узнать, это как раз было ответом к исцелению его жены. Как Святой Дух это совершил? Когда были в Тусоне с братом Норманом и другими, там Господь снова начал совершать великое и сильное, открывая всякое. Однажды вечером, что привело меня вот к этому заключению, мы стояли с братом Вудом и братом Сотманом. И мы были... Было около десяти часов вечера. И я смотрел в небеса, и благоговейный страх сошел на меня. И я сказал, посмотрите, все эти великие небесные светила. И я сказал, все находится в совершенной гармонии. И брат Вуд сказал, смотрю, как эти звездочки так близко друг с другом, что выглядит будто свет. Я сказал, но ты знаешь, брат Вуд, по мнению науки, в той глубине, в ближней глубине, в дальней глубине, те звезды выглядят не дальше пары дюймов друг от друга, но они расположены друг от друга дальше, чем мы находимся от них. И если бы они полетели к Земле со скоростью тысячи миль в час, то ушли бы сотни и сотни лет, пока они достигли бы Земли. И я сказал, во всей этой великой обширной системе, и к тому же они утверждают, что глядя в телескопы, можно видеть за 120 миллионов световых лет. И все только луны и звезды. И однако, каждую из них создал Бог. И Он находится посреди них. Я сказал, где-то там мне показывали однажды в одной обсерватории зодиак. Начинается с Девы, проходит через век Рака, и дальше последним был Лев, Лео, Лев. Первое пришествие Христа через Деву. Второе пришествие Лев из колена Иудина. И я сказал, я старался, как мог увидеть зодиак, и не мог этого увидеть. Но однако, это там есть. Обученные знают, что это там. Иов это видел. Люди, бывало, смотрели на это. Когда-то это было Библией. Но во всей этой великой толще миллионов и миллиардов святовых лет, Бог восседает посреди всего этого. И Он вздирается высока. Павел находится там. Моя мать находится где-то там. Смотря вниз. И я подумал о порядке небесных светил. Все они находятся на своих местах. Каждая совершенно строго по времени. Великая армия Божья. Я подумал о солдатах. Что если бы Луна вдруг вышла из своего порядка? Земля снова покрылась бы водой всего лишь за несколько минут. Земля оказалась бы такой, какой она была, когда Бог решил использовать ее для того, чтобы поместить нас на ней. Она была безвидна и пуста. И тьма, и тьма, и воды наполняли землю. Если бы Луна сдвинулась, это опять произвело бы то же самое. Если бы Луна качнулась и немного отдалилась от земли, то наступил бы прилив. Когда приблизится, то последуют отливы. Это Великая Божья армия. Когда я подумал о том, что это Великая Божья армия там, вот, и мы отправились спать. И тогда я задумался о том, как все они находятся на своих местах. Они все установлены на местах. И если где-нибудь происходит их движение, на то есть какая-то причина. И это воздействует на землю. Как раз сейчас мы видим результаты этого перемещения некоторых из них. Это воздействует. Это воздействует на все. И я тогда подумал, если вот такое огромное небесное светило должно находиться на своем месте, чтобы все было в порядке. Как тогда насчет беспорядка земных светил? Когда один нарушает порядок, и от этого страдает все дело снабжения продовольствием. Вся программа Божья расстраивается, когда один член нарушает порядок. Мы должны постоянно стремиться сохранять этот порядок Духа. И я хотел бы с Богом в это утро, чтобы мы привели это к настоящему служению исцеления. Чтобы нам сохранить эту часть, группу, которой мы в это утро собрались под этой крышей, в такой гармонии, чтобы Святой Дух в такой гармонии разместил каждого члена этого тела, всех, кто здесь в это утро. Чтобы произошло самопроизвольное исцеление и души, и тела, если мы сохраним свое местоположение. Так вот, как я сказал в начале, у этой женщины была раковая опухоль, которую доктор Холбрук удалял, собирался удалить. Теперь, Бог, что произвел в той клинике тот вибрирующий звук и убрал ту опухоль, не оставив даже шрама, разве вы не знаете, что тот же самый Бог теперь здесь? И единственное, чего он ожидает, это чтобы его, его армия заняла свое положение, подобно звездам, заняла свое положение. Теперь, вы знаете, что у нас были войны за войнами и военные слухи, и если Земля еще продержится, то у нас будет еще множество войн. Но вы понимаете, что в действительности во всей Вселенной есть только две силы? Все наши разногласия между народами и разногласия друг с другом и все остальное, все упирается в две силы. Есть только две силы и только два царства. Две силы и два царства. Все остальное, всякие мелочи, связаны с той или с другой силой. Этими силами являются Божья сила и сатанинская сила. Вот что, всякая война, всякий беспорядок, все, что происходит, контролируется Божьей силой или сатанинской силой, потому что существуют только эти две силы. И это сила жизни и сила смерти. Вот только эти две силы. А сатана может только у него извращенная сила Божья. Это не настоящая сила. Это извращение Божьей силы. Это все, что есть у сатаны. Смерть – это всего лишь извращенная жизнь. Ложь – это всего лишь искаженная правда. Видите? Прелюбодеяние – это неправильно употребленное деяние. Правильное, но употребленное неверное деяние. Все, что есть у сатаны, это что-нибудь извращенное, но это сила. И вот мы сидим здесь, и нас контролирует та или другая сила. Так давайте изгоним злую силу. Давайте, подобно звездам небесным, займем наше положение. Субтитры создавал DimaTorzok Как Библия говорит «Звезды блуждающие». Там, в послании Иуды, пенящиеся с рамотами своими. Мы не хотим быть блуждающими звездами. Гадать, правильно ли это, гадать, правильно ли то, гадать, случится ли это, гадать, как это могло бы быть. Не блуждайте. Стойте, как те звезды на небесах, как настоящий солдат на своем посту. «Стойте, веруя, жизнь или смерть». Возьмем армию. Когда настоящая армия, какой-нибудь народ готовится к войне против другого народа, то сначала должны сесть и оценить все «за» и «против». Способны ли они выступить против той страны или нет. Иисус учил этому. И если люди так сделают, если бы эти народы остановились и сели, и обдумали бы эти вещи, обе стороны, то у нас больше не было бы войн. Вот, мы видим, что если человек этого не делает, если военные руководители страны прежде не присядут, и не посчитают, и не посмотрят, правы ли они, и верны ли их мотивы и цели, и достаточно ли у них сил и власти победить ту другую армию, тогда они, конечно, проиграют. Вот где совершил свою роковую ошибку генерал Кастер. Генерал Кастер, насколько я понимаю, получил приказание от правительства не направляться на землю Сиу, потому что там у них был религиозный праздник. Это было время поклонения. У них был праздник. Но Кастер напился, и он подумал, что он все равно это сделает, что он пересечет. Есть на это приказ или нет приказа? И потом они действительно застрелили несколько невинных человек. Стреляли по ним. По-моему, они кого-то из них подстрелили. Это были разведчики, добывавшие пищу, чтобы кормить своих людей, пока те находились в поклонении. И Кастер проходил и увидел их, и подумал, что те охотятся за ними. И они начали стрелять в тех разведчиков. И те разведчики скрылись, возвратились. Что они сделали? Они вооружились, и вот они приходят. Таков был конец генерала Кастера, потому что он не присел прежде и не подумал. Ему нечего было там делать. Он не имел права там находиться. Во всяком случае, он отбросил индейцев с восточного побережья к западу. И у них был договор. Но он нарушил этот договор. И когда он нарушил договор, он проиграл битву. Вот так в любой армии, прежде чем готовиться к битве, сначала должны отобрать солдат. У них должно быть боевое снаряжение. Они должны быть обучены сражаться. И я думаю, что теперь готова начаться самая великая битва из всех когда-либо бывших. Я думаю, что Бог выбрал своих солдат. Я думаю, что Он их подбросил, их тренировал. И борьба сейчас сражается. Я верю, что Бог отбирал своих солдат. Я верю, что Он снаряжал их, тренировал их. И намечено поле битвы. Готово начаться сражение. Первое из величайших сражений началось на небесах, когда Михаил и его ангелы сражались против Люцифера и его ангелов. Сначала началось первое сражение было на небесах. Итак, грех возник не на земле. Он возник на небесах. И затем он был сброшен с небес, низвержен с небес на землю и свалился на людей. Тогда это сражение перешло от ангелов. Начались человеческие сражения. И сатана сошел уничтожать Божье творение, что Бог сотворил для себя самого. Сатана сошел разрушать это. Вот какова была его цель – разрушать это. Тогда битва началась здесь на земле и началась в нас. И с тех пор идет яростная битва. Теперь, прежде чем занимают боевой порядок для сражения, сначала выбирают поле битвы. То есть место, где будет проходить сражение. Избранное место. Так было размещено в Первой мировой войне межфронтовая полоса и места сражений. Они должны были располагаться на избранном месте. Похожим образом, когда Израиль шел на войну с филистимлянами. Там, где они собрались, с каждой стороны была гора. Это там, где вышел Голиаф и кричал израильской армии. Это там, где Давид встретился с ним в долине, когда перешел через ручеек, бегущий между этими двумя холмами. Там он подобрал себе камни. Должно быть избранное место. И там будет общее поле битвы. Ничья земля. И здесь, на этом месте, они сражаются. Не так, что одни сражаются здесь, а другие здесь, а третий бегут сюда. Но есть фронт сражения, где они встречаются и проверяют свою силу. Где каждая армия испытывает свою силу против другой армии. Общее место встречи. Вот, не упустите этого. Когда эта великая битва началась на земле, было необходимо место взаимной встречи. Надо было избрать место к началу битвы. Для этой яростной битвы. И эта битва началась в человеческом разуме. Вот где начинается сражение. Для места сражения был выбран человеческий разум, где это началось. Потому что решение принимается в разуме, в голове. Вот, они начали это не с какой-то организации. Они начали это не с какой-нибудь механики. Не там развернулся Лацдарм. Поэтому организация никогда, никогда не совершает труд Божий. Потому что этот Лацдарм, где вам надо встретиться с вашим врагом, находится в разуме. Вам надо сделать свой выбор. Придется сделать. Я хочу, чтобы вот эта девочка, которая очень больна, чтобы она теперь послушала это очень внимательно. Решение принимается в разуме, в голове. Вот где сатана встречается с вами. И принимается решение. Потому что Бог устроил человека таким образом. Вот здесь у меня, если вы видели здесь мои заметки, начерчена небольшая карта. Недавно она у меня была на... висела на лоске. Человеческое существо устроено подобно пшеничному зерну. Это семя. И человеческое существо – это семя. Физически вы являетесь семенем своего отца и своей матери. И жизнь идет от отца. Пульпа приходит от матери. И так двое вместе яйцо и кровь соединяются. И в клетке крови есть жизнь. И там начинается развитие, формируется ребенок. Так вот, любое семя снаружи имеет оболочку, а внутри – пульпу. А внутри пульпы находится зародыш жизни. Вот таким образом мы сделаны. Мы – это тело, душа и дух. Снаружи – тело, оболочка. Внутри этого – совесть и так далее. Это душа. И внутри души – дух. И дух управляет всем остальным. Так вот, когда вы придете домой, можете нарисовать три кружочка. Вы узнаете, что снаружи у тела есть пять чувств, которыми оно контактирует. То есть зрение, вкус, осязание, обоняние, слух. Эти пять чувств управляют человеческим телом. Внутри тела находится душа. И душой управляют воображение, совесть, память, мышление и привязанности. Вот это управляет душой. Но дух имеет только одно чувство. Дух – о, давайте возьмем это. Дух имеет одно чувство. И это чувство – одно из них господствует в нем. Вера или сомнение. Именно так. И к этому ведет только одна дорога – выбор свободной воли. Ты можешь принять сомнения или можешь принять веру. То или другое, на чем пожелаешь действовать. Поэтому сатана начинает с главной части – заставить человеческий дух сомневаться в Божьем Слове. Бог начинает с главной части – вложить свое слово в тот дух. Вот такие дела. Вот как это делается. Если бы эту церковь прямо сейчас удалось бы скрепить воедино и соединить вместе настолько, что все были бы единодушно вместе, без всякой тени сомнения, то через пять минут среди нас не оказалось бы ни одного немощного. Из всех желающих Духа Святого, каждый получил бы его, если бы вы только смогли привести определенные вещи в порядок. Вот где начинается эта битва. Прямо в вашем разуме, если вам угодно. Теперь запомните, это не христианская наука, где разум над материей. Это не имеет, а разум принимает жизнь, то есть Слово Божье, что несет туда жизнь. А просто твоя мысль этого не сделает, но Слово Божье, внесенное в русло вашей мысли. Видите, это не мысль, как утверждает христианская наука, а разум над материей. Нет, это не то. Но ваш разум принимает это, он ухватывает это. Чем управляется ваш разум? Вашим Духом. И ваш Дух ухватывает Слово Божье, а именно в нем и находится жизнь. Это вносит в тебя жизнь. О, брат, когда это происходит, когда жизнь по тому руслу направляется в тебя, Слово Божье проявляется в тебе. Если пребудете во мне, а слова мои в вас пребудут, то, чего не пожелаете, просите и будет вам. Что тогда это производит? Из самого сердца, то есть души, оттуда выходит, питая каждый канал. Беда в том, что мы стоим вот здесь с кучей сомнений, стараясь принимать то, что тут. Вам надо прекратить это и наполнить то русло Словом Божьим. И тогда выходит само собой, автоматически. Это то, что внутри. Важно именно то, что внутри. Сатана принимается за это изнутри. Теперь, вы говорите, я не краду, я не пью, я этого не делаю. Это здесь ни при чем. Видите, это внутри. Не важно, насколько ты хороший, какой ты моральный, какой ты правдивый. Это достойно уважения. Но Иисус сказал, есть ли кто не родится свыше. А видите, нечто должно произойти внутри. Если нет, то это искусственная добавка. Ибо в глубине своего сердца ты все равно желаешь это делать. Не должно быть искусственным. Должно быть реальным. И там есть только одна дорога, по которой это может прийти. То есть по пути свободной воли. Входит в душу через ваше мышление. Каковы мысли в сердце его, таков и он. Если скажете, этой горе сдвинься и не усомнитесь в сердце своем, но поверите, что сбудется по словам вашим, будет вам, что не скажете. Вы поняли это? Вот вам, пожалуйста, видите? Это поле битвы. Если бы только у нас это началось. Сначала. Мы так стремимся увидеть, как нечто совершается. Мы так стремимся что-то делать для Бога. Вот эта женщина, несомненно, она сильно желает жить. Она хочет быть здоровой. И другие здесь тоже хотят быть здоровыми. И когда мы слышим о таком случае, как с тем доктором, воскресение из мертвых, великие дела, которые совершил наш Бог, это нас очень волнует. И дело тут в том, что мы пытаемся дотянуться через эти чувства. Ухватиться тут за что-то. Например, совесть. Как много людей очень часто неправильно истолковывали слово. Из-за этого и меня неправильно понимали, когда делал призыв к алтарю. Я говорил, я не очень настаиваю на призыве к алтарю, не подразумевая, что вам не надо делать призыва к алтарю. Но кто-то берет кого-то за руку и говорит, ох, брат Джон, знаешь что? Мы уже так давно живем с тобой по соседству. Пройди сюда к алтарю. Склонись. Что ты делаешь? Я хотел бы иметь блэкборд, чтобы я показал тебе, что ты делаешь. Он пытается работать за свою любовь. Это не работает. Это не правильный. Что он делает? Если бы здесь у меня была доска, то я начертил бы вам, что он делает. Он пытается воздействовать через его душу на чувства. Это не сработает. Не та дорога. Конечно нет. Может быть, он воздействует на что? Память. Через его душевное чувство. Ох, брат Джон, у тебя была замечательная мать. Она давным-давно умерла. Память. Видите? Не надо этого делать. Это должно быть выбором свободной воли. Ты сам позволь слову Божьему. Ты приходишь не потому, что твоя мать была хорошей женщиной. Ты приходишь не потому, что ты хороший сосед. Ты приходишь потому, что Бог позвал тебя прийти. И ты принимаешь его на основании его слова. Это слово означает для тебя все. Это слово. Если ты сможешь все убрать с пути, всю совесть, все чувства, и только бы впустить слово, тогда слово произведет в точности. Здесь, видите, чем это покрыто? Вы скажете, ну теперь, скажете вы, вот эти совести, чувства и так далее. Разве это здесь не помогает, брат Бранхам? Конечно, помогает. Но если ты позволишь войти в слову и накроешь его сознанием, тогда оно не сможет расти. Это будет деформированное слово. Вы когда-нибудь видели хорошее зерно, посаженное в почву, на которое упала какая-нибудь палка? Оно вырастет кривым. И так с любой виноградной лозой, со всем, что растет, потому что что-то этому мешало. Вот в чем дело сегодня с нашей пятидесятнической верой. Мы позволили слишком многому мешать ей, вере, которой были научены Духу Святому, живущему в нас. Мы многое позволяли, глядя на кого-то другого. И дьявол всегда старается показывать тебе на чей-то провал. Но он попытается не допустить тебя до действительного и подлинного свидетельства. Бывает, он покажет тебе на лицемера, который вышел чему-то подражать. Ему не удалось, потому что он подражал. Но если это идет из верного источника Слова Божьего, небо и земля пройдут, но Слово Мое не пройдет, то это там устоит. Ты видишь это, сестра? Это надо принять в разум. Затем поверить этому сердцем. Тогда Слово Божье становится реальностью. Тогда Святой Дух просто отмывает все чувства души и тела. Тогда твое восприятие Бога, твое сознание Бога, все благочестивое протекает через тебя. Нигде нет никакого сомнения. Ничего такого не возникает. Ничего такого не всплывет в памяти. Типа, что ж, я помню, как мисс Джонс попыталась довериться Богу, и мисс такая-то, мисс Дью однажды доверила Богу свое исцеление, и не удалось. Видите? Но если тот канал был прочищен, и был промыт, и был наполнен внутри Святым Духом, это даже не вспомнится, как там насчет мисс Джонс и что она сделала. Это ты и Бог вместе, и никто другой, кроме вас двоих. Вот так-то. Это твоя битва. Убей его в самом начале. Прикончи его на месте. Дело не в том, как долго ты можешь продолжать эту войну, но чтобы сразу же остановить. Если ты придешь и будешь хранить те воспоминания, и сознание, и все остальное, думая, ну, мне не удастся, это должно быть неверно. Не делай этого вообще. Все отбрось в сторону, и открой этот канал, и скажи, Бог, твое слово вечно правдиво, и оно для меня. Если вся церковь рухнет, если целый мир рухнет, но я устаю, потому что я принимаю твое слово. Идет битва. Вот в чем дело. Разве всемогущий Бог, убирающий без всякого шрама раковую опухоль с груди женщины, позволит ребенку лежать и умирать? Нет, сэр. Не так давно сюда пришла одна девочка из средней школы. Ее мать позвонила мне, сказала, брат Бранхам, у моей дочери болезни Ходжкин, это рак, в виде припухлости, и врачи взяли кусочек из разрыва в ее горле, отослали, и обнаружилось, что это болезнь Ходжкин. И он сказал, следующий разорвет. Разрыв может быть в ее сердце. Когда это случится, она умрет. Сказал, у нее нет. При таких разрывах в любом случае ей осталось жить около трех месяцев. Мать сказала, что же мне делать? Отпускать ее в школу? Сказали, пусть ходит, потому что она, вероятно, уйдет внезапно. И сказали, пусть она ходит и живет нормальной жизнью, если сможет. Ничего ей об этом не говорите. И эта женщина спросила меня, что я должна сделать. Я сказал, приведите ее сюда и поставьте в молитвенный ряд. И я сказал, приходи с нею. У меня было какое-то странное чувство. И когда эта девочка пришла, то утро, с бледными губами, из-за помады, какие там у них в школе, и эта бедняжка приходит. Я не знал, кто она. Собиралась позвонить мне по телефону. Я взял ее за руку, я сказал, доброе утро, сестра. Вот она. Это была она. Несколько мгновений взглянул на ее мать и увидел их обеих без Бога, без Христа. Я сказал, как вы можете ожидать исцеления на таком основании? Вы примете Иисуса Христа своим личным спасителем? Я сказал, вы пойдете, вот в этот бассейн креститься во имя Иисуса Христа, для отпущения ваших грехов? Они сказали, мы это сделаем. О, вы знаете, что произошло. Может быть, эта женщина сидит здесь в это утро. Многие из вас знают этот случай. Брат Майк Эгган, один из здешних попечителей, наблюдал за этим делом. Это было около четырех или пяти лет назад. Девочку снова повели к тому доктору. У нее не нашли никаких следов болезни Ходжкин. В чем же дело? Прежде всего, вам надо открыть этот канал. Вам надо, чтобы этот солдат, Святой Дух, который берет Божье Слово, отправился на фронт. Он является Словом. И он будет стоять. И тогда ничто не остановит этого. Ничто. Все остальные каналы прочищены. Точно как старый котел с забитым дымоходом. Разведешь в нем огонь, а он потухнет. Вот в чем дело со многими потухшими христианами. Потому что они не прочищают каналы. Они не проникают внутрь. Вы должны это прочищать. Совесть, память, мысли, все откладывая в сторону. И проходя изнутри наружу. Тем чистейшим Словом Божьим, которое есть истина. Неважно, что 10 тысяч сегодня померли с этой стороны, доверяя. 10 тысяч завтра помрут с той стороны, доверяя. Это ко мне не относится. Я отдельный индивидуум. Я доверяюсь. Я верю этому. И мы там увидим, если мы пожелаем открыть наши каналы. Если можем, и увидим. Мы находим этого и того, и этого и того. Их тысячи. Свидетельствует. Но дьявол постарается вернуться назад. Видите, если он вообще туда доберется, тогда он заставит вашу армию отступать. Если у вас есть чувства, зрение, вкус, осязание, обоняние и слух, и с ними все в порядке, но не доверяйтесь им, если они не в согласии со Словом. Они в порядке, но если они расходятся со Словом, то не прислушивайтесь к ним. Теперь, воображение, совесть, воспоминания, рассуждения и привязанности, с ними все хорошо, если они в согласии со Словом. Но если ваша привязанность не в согласии со Словом, то избавьтесь от нее, а то вы быстренько забьете дымоход. Видите? И если твое рассуждение не согласно со Словом, то избавляйся от него. Это верно. Мотор, если ваша память, если ваши представления, если ваша совесть что-нибудь не соглашается с этим, что внутри, то отбросьте это. Что у вас тогда? У вас Солнечная система. Аллилуйя! Это Бог установил звезды в порядок и сказал, висите там, пока я вас не позову. Они находятся там. Ничто их не сдвинет. Когда Бог может держать в своих руках какого-нибудь человека, пока у того не очистятся чувства, совесть и остальное, до такой степени, что за этим будет стоять Бог в духе, то никакой в мире дьявол не воткнет туда сомнения. Это верно. Он подходит и говорит, ты не чувствуешь себя лучше. Даже твое сознание подчинилось этому. Дымоход настолько чистый, что кричит «Аллилуйя!» В отдушине свист! Слава Богу! Сияет, конечно, просто такой ясный и чистый, чтобы Слову Божьему действовать через него, силе Божьей. Видите? Это главное дело. Вот твое поле битвы. Твое поле битвы вот здесь, в начале, вот здесь, в душе. Там, в твоем разуме, который открывается. Разум – это врата к душе, вернее, врата к духу. Твой разум открывается и принимает дух, или же отвергает дух. У вас, может быть, какие-то представления внутри, какие-то чувства и какое-то ощущение и прочее. Это не имеет к этому отношения. Это просто ощущение и все такое. Но когда коснется реального, твой разум открывает этому путь. Твой разум либо принимает это, либо отвергает это. Вот это как, друзья! Боже, пусть никто не упустит этого! Видите, это ваш разум распахивает дверь, или же закрывает дверь, и прислушивается к вашей совести, прислушивается к вашей памяти, прислушивается к вашим привязанностям. Но когда ваш разум глух к этим вещам и позволяет войти Богу, духу Его Слова, то это прочистит и выбросит всякую чепуху. Конец всякому сомнению. Конец всякому страху. Конец всякому ощущению сомнения. Конец всякому чувству. Там не осталось ничего, кроме Слова Божьего. А против этого сатана не может бороться. Нет, сэр. Он не может бороться против этого. Вот, мы знаем, что это правда. Эти битвы бушевали со времен Эдемского сада. Битва в человеческом разуме. Ее начал сатана. Что он сделал, встретившись с Евой? Он не отвергал Божье Слово, но он приукрасил его. Он где-то вот здесь заткнул некоторые каналы. Он сказал, но, конечно же, Бог, Бытие 3.1. Видите? Конечно, Бог, все эти вещи, которые Он обещал, Он знал, что Слово было верным. Но Он знал, что Он не мог просто прийти и подорвать его. Вот так вопить. Но Он подсластил его. Как мама, бывало, давала нам лекарства, она подливала в касторовое масло апельсиновый сок. Фу, лучше принимать касторку без апельсинового сока. Как любая двуличная вещь. Видите? Она нам приходилось просыпаться в полночи, и она давала нам сырую нефть против ларингита. И она брала сырую нефть, посыпала ее сахарком. Видите? Довольно двуличная штука. Твои гланды от этого просто горят, сгорают после того, как проглотишь сахарок. Да, вот таким это образом, друг. Сатана старается в этом быть двуличным. Он старается что-то показать вам получше, более легкий способ, более разумный план, но нет более разумного плана, чем тот, который Бог установил в начале, свое слово. Держитесь того слова, схватитесь за него, пусть оно захватит вас, оставайтесь с ним. Вот, вот в этом штука. Битва свирепствовала, когда Ева раскрыла свой разум, чтобы прислушаться к своим размышлениям. Вот по какому дымоходу это вошло внутрь. Вот по какому каналу это устремилось. Ее рассуждения. Она, в душе своей, она поразмыслила. Она увидела своими глазами. Она увидела этого змея. Он был прекрасный, красивый, гораздо лучше ее собственного мужа. Он был самый хитрый из всех зверей полевых. И он был, вероятно, более видный мужчина, чем ее муж. Он стоял там и выглядел, как крутой животный самец. Как великолепен он был. И он пытался втолковать ей, какая это замечательная штука. И первое, что она сделала, она раскрыла свой разум. И когда она раскрыла, человеческое мышление ухватило это. Разве это не будет увлекательным занятием? Вот это он делает сегодня с какой-нибудь женщиной. У какой-нибудь женщины, хороший муженек, а она находит какого-нибудь сильного, крупного мужчину-самца. Этот мужчина постарается привести разумные доводы. Запомните, это сатана. Это дьявол. Или же наоборот, мужчина к женщине. Женщина к мужчине. Так или иначе. Что он делает? Пускает в силу аргументы. В сознание или как-то начинает проникать. Но отведите первое место Божьему Слову. Человек даже не может прийти к... Он не может грешить. Аллилуйя. Вот оно. Вот идет свежее. Человек не может грешить, пока не отбросит в сторону Божье Слово. Он даже не может грешить, то есть не верить, до тех пор, пока не откажется от Слова Божьего, от присутствия Божьего. Он не может грешить. Ева не могла грешить до тех пор, пока не отложила в сторону Божье Слово, открывая свой канал аргументов в своей душе и начала рассуждать. Ну, конечно, мой муж никогда не рассказывал мне об этом. Но я думаю, что ты... Он говорил мне, чтобы я этого не делала. Но ты знаешь, ты показал это так реально и так ясно. Я думаю, это будет прекрасно, потому что ты преподносишь мне это так ясно. Видите? Это была первая битва. И та битва развязала все остальные войны. Именно в Эдеме было положено начало всякому последующему кровопролитию. Она разуверилась в Божьем Слове. И если неверие в одну буковку Божьего Слова причинило эту беду, как же мы собираемся вернуться назад, не веруя Слову? Вам не удастся это. Должны отключить всякое другое. Сознание, воспоминания и, скажем, замыслы и всякое другое. Ниспровергаем замыслы. Мы не размышляем об этом вообще. Вообще ничего. Мы просто принимаем Слово на основании «Так сказал Бог». И это устанавливает поток между тобой и Богом. Тогда между тобой и Богом открываются все каналы. Вот битва. Самая первая. Фронт. Не будем брать винтовку 22-го калибра. Давайте возьмем атомную бомбу. Возьмемся за это дело как следует. Давайте возьмем Божью атомную бомбу. Что это такое, брат Бранхам? Вера в его Слово. Это Божья атомная бомба. Она взрывает болезни и бесов слева и справа. Она уничтожает их. Дискриминирует. О, это она просто разрушает. Она разваливает всякое нечестивое. Когда эта бомба веры падает туда, и за этим стоит Слово Божье, то подрывает всякого беса, всякую болезнь, всякое заболевание. Вы скажете, так ли это, брат Бранхам? Тогда почему с одними делает, а с другими нет? Это из-за канала. Можете посмотреть и увидеть это. Но ты должен иметь это здесь, глядя вот таким образом. Не там, глядя внутрь. Ты должен быть внутри, глядя наружу. А видите, вы не придете через размышления, вы не придете через что-то другое. Вы должны прийти прямо через этот Божий канал, прямо в душу. И как вы это делаете? Какой последний канал? Это раз прямо вниз. Вы скажете, чувство. О, я чувствую это. Да, вот оно. Ага. О, я чувствую запах этого. И так далее. Все это там. Да. Следующее. Ты размышляешь. Что ж, похоже, он знает, о чем он говорит. Доктор говорит, что я не поправлюсь. Значит, так и будет. И вот здесь, ты виноват. Это дед, который там. Это дед, который мне пахнет. Вы понимаете? Аллилуйя! Вы можете работать сегодня. Понимаешь? Вот тут ты, ты не прав. Этот дьявол стоит там. Этот дьявол всовывает в тебя это. Не верь этому. Аллилуйя! В Божьем слове сказано, что я, более всего, я желал бы, чтобы вы были здоровы. Это верно. Как же ты тогда сможешь быть настоящим воином? Смотрите. Я хочу, чтобы вы были здоровы. Вот это, именно там, те каналы. Вы только держите их открытыми, не желая их просто обходить. Тогда, если сатана может там пробраться, пройти через сознание и через все другое, тогда он добирается сюда до края души, в разум. Вот, если только он сможет заставить вас, ты никогда, ты никогда ни на одно из них не посмотришь, пока не впустишь его сюда, позволишь ему проникнуть внутрь. И когда он проникнет, то берет под контроль. Что он тогда делает? Он начинает использовать сознание. Он начинает использовать это, начинает использовать это окошко. Что это? Зрение, вкус, осязание, обоняние, слух, воображение, сознание, память, размышления, привязанности. Он начинает использовать все эти различные канальчики. Как только он смог проникнуть выше вот этого. Прежде ему надо проникнуть в твой разум, а тебе принять это. Это может, слушайте, это может колотить по тебе, но не может войти в тебя, пока ты не примешь это. Когда Сатана подошел к Еве и сказал, ты знаешь, этот плод приятный. Она остановилась на какой-то момент. О, вот когда она сделала ошибку. Когда она остановилась на какой-то момент. Не остановись за ничего. Ты должен быть решением. Иисус живет. Бог, он защитник. Ни за что не останавливайтесь. У вас есть послание. Иисус жив. Бог, Исцелитель. Вот послание. Не останавливайтесь. Ни для размышлений, ни для чего-то другого. Но она остановилась на какой-то момент. Вот когда Сатана проник в тот разум. Сказал, что ж, это звучит резонно. Ох, не делайте этого. Возьмите то, что сказал Бог. Авраам, что если бы он приостановился поразмышлять, когда он сказал ему, что у него будет младенец от Сары, когда ей было 65, и ему 75, и когда ему было 100, а ей было 90, он все еще, он исповедовал, что Божье Слово было верным. И то, чего не было, он считал существующим. Видите? Он, даже надежда. Была ли какая-нибудь надежда? Он не опирался на надежду. Что ж, вы скажете, я надеюсь, что я поправлюсь. Я надеюсь, что буду здоров. Я надеюсь, что получу Святого Духа. Я надеюсь, что я христианин. Я надеюсь, что сделаю это. Вы этого не хотите. Авраам никогда даже не смотрел на это. Аминь. Вопреки надежде, он продолжал верить Божьему Слову. Вера превыше надежды. Вера приходит вот отсюда, изнутри. Вера приходит отсюда. Как он приходит? Как он проникает? Через этот разум. Через эту дверь. Там находится линия фронта. Так вот, когда вы выстраиваетесь для битвы. Вот, дьявол прямо у каждого сердца в это утро. Он там, у сердца этой девочки. Он возле ваших сердец. Он там со всех сторон. Он говорит, а я видел, как ты раньше пытался. Я уже слышал это. Изгоните его. Что здесь говорит Библия в нашем тексте? Изгоняя его. Это верно. Изгоняя его. Мы натренировались. Я думаю, в чем же дело с проповедниками? Мне интересно, в чем же мы натренировались? Бог тренирует для этой великой битвы. В Матфея 24 сказано, и также в Даниила 12 сказано. Наступит время тяжкое, какого не бывало на земле раньше. И мы живем в то время, когда культура и образование и остальное полностью подавило Слово Божье и впали в размышления и так далее. Теперь идет битва. Кто устоит? Аллилуйя! Битва готова начаться. Построились в боевой порядок. Взгляните, какая у нас там большая позиция. Кто встанет, подобно Давиду? Сказал. Вы стоите и позволяете этому необрезанному филистимлянину поносить армию живого Бога? Я сражусь с ним. Аминь. Богу нужны в это утро люди, которые поднимутся и скажут. Я принимаю Господа по Слову Его. Аминь. Неважно, в чем мне удастся, где это и то, и то, и что сделал вот тот, это здесь ни при чем. Вы, Саулы и тому подобное, возвращайтесь туда, откуда пришли. Но Божья армия продвигается вперед. Аминь. Доблестные мужи. Мужи веры. Мужи сильные. Мужи разумеющие. Им нет нужды быть умниками. Им нет нужды быть образованными. Им нужно быть каналами. Бог использует эти маленькие каналы. Она приостановилась на какой-то момент, размышляя, ну что ж, дай-ка посмотрю. Вот. Прямо как, что если вот эта женщина в это утро? Несомненно, доктор сказал ей, что она уже в конце пути. Тут ничего нельзя сделать. Ну что ж, это доктор. Я его не осуждаю. Это ученый человек. Он видит, что болезнь одолела тело этого ребенка. Зашло слишком далеко. У него нет лекарства, чтобы ее остановить. И вот этот рак победил ту женщину. Конечно, смерть одолела того младенца. Но наш главнокомандующий, Аллилуйя, этой великой армии, он воскресение и жизнь. Ничто не победит его. Аллилуйя. Мозг армии, ее разум находится у военачальников. Роммель в Германии был мозгом Германии. Не Гитлер. Роммель. Это верно. Эйзенхауэр, военные мужи, Паттон, те люди, которые были на фронте, зависят от того, как они отдавали приказы. Следуй за своим военачальником, если он верный генерал, если он подходящий, если он генерал с четырьмя звездочками, если он проверен, если было доказано, что он верный. Следуй за ним. Хотя это может показаться тебе неправильным, но иди на передовую. Делай, как он тебе сказал. Аллилуйя. У нас генерал с пятью звездами. Произносится Иисус. И нам дает пять звезд. Веру. Он не проиграл ни одной битвы. Аллилуйя. Он победил смерть, ад и могилу. Гони бесов прочь с дороги. Он великий военачальник. Так что о дьяволе вообще речь не идет. Наивеличайшая битва из всех когда-либо бывших готовится именно сейчас. Конечно, это так. О, аллилуйя. Как подумаю об этом. Когда я стоял и наблюдал, как он совершает, видеть, как он раскрывает, открывает разные вещи, говорит, это будет таким образом и таким образом. И так оно и есть. О, оглядываются сюда и говорят, кто этот великий командир? О, я не оглядываюсь, чтобы увидеть доктора такого-то. Я вижу то, что сказал командир. Он командир нашего спасения. Аллилуйя. Что такое спасение? Освобождение. Слава. Он командир нашего освобождения. Великий час наступления близок. Аллилуйя. Воин со сверкающим оружием. Знамена развиваются. Вера и сомнения строят вас в боевой порядок в этой скинии в это утро. Сомнения с одной стороны, вера с другой. Солдаты, стойте на своем боевом посту. Аллилуйя. Наш командир, утренняя звезда, ведет вперед. Он не поворачивает назад. Ему совсем не знакомо слово отступления. Ему нечего отступать. Аминь. Ясное дело. Самое великое сражение. Оно продолжается сейчас прямо здесь. Да, сэр. Между жизнью и смертью. Между болезнью и здоровьем. Между верой и сомнением. О да, между свободой и рабством. Битва продолжается. Начищайте ваши копья, солдаты. Полируйте оружие. Бог подготавливает своих солдат. Аминь. Помазание Божье на его армии. Америка облачает своих солдат в лучшее, во что только может облачить. Стальные шлемы и оружие, и все, что имеют. Бронированные танки, в которых они едут. Бог облачает свою армию. Аллилуйя. Какое такое устройство мы используем? Спирит святое, Слово Господь. Аминь. Бог вооружает свою армию. Аллилуйя. Какое снаряжение мы применяем? Дух меча, Слово Божьего. Аминь. Слово Божье острее меча обоюдоострова. Евреям 4. Евреям 4. Проникает даже до разделения костей, даже костного мозга, даже судит помышления сердечные. Слово Божье. Верить Его Слову. Вот таким образом вооружает Бог. Вот что Он дал Еве, чтобы она вооружилась. Но она сложила свое оружие. Как она это сделала? Предоставив свой разум для рассуждений. Не начинайте рассуждений со Словом Божьим. Там нет рассуждений. Вы – это просто Божье Слово. Нечего, нечего в нем сомневаться. Не надо над ним рассуждать. Это Божье Слово. Это все решает. В этом все дело. Решено раз и навсегда. Понимаешь, что я говорю, дорогая? Это Божье Слово. Бог обещал это. Бог так сказал. У Авраама спрашивали, откуда ты знаешь, что у вас будет ребенок? Бог так сказал. И все решено. Почему же его у вас нет? Я не знаю, когда он у меня будет, но он у меня будет. Бог так сказал. Это ничуть меня не остановит. Почему ты не вернешься к себе на родину? Откуда ты пришел? Я буду скитальцем и чужестранцем на этой земле. Аминь. Бог дал обещание. Бог даст дитя именно в этой стране, куда он послал меня. Аллилуйя. Бог исцелит вас именно в этой атмосфере Святого Духа, куда он послал вас. Аминь. Бог даст это вам. Только верьте этому. Аминь. Откройте те отдушины души и чувства тела и сознания, и дайте прежде проникнуть в Божьему Слову. Завладеть тем разумом. Там поле битвы. Не говорите, ну, если бы я мог это почувствовать, если бы я почувствовал, как сходит слава Божья. Ох, это здесь совсем ни при чем. Совсем. Раскройте ваш разум. Это поле битвы. Вот где происходит построение для битвы. Прямо здесь, на линии фронта. В вашем разуме. Раскройте его и скажите, я всякое сомнение, я сомневаюсь в моих сомнениях. Аминь. Я теперь сомневаюсь в моих сомнениях. Я верю Божьему Слову. Вот я выхожу, сатана. Тогда что-то произойдет. Точно произойдет. Да, сэр. Он помазывает духом своим своих слуг. Он посылает им ангелов. Иногда люди смеются над этим. Ангелов. Давайте перейдем на что-то. Давайте перейдем на хибриды. Хибриды, это четвертый капитал. Давайте обратимся на минутку вместе с вами к одному месту. Давайте на минутку обратимся к посланию к евреям. К евреям, четвертая глава, четвертая глава. И давайте, я имею в виду первая глава к евреям, обратимся к 14 стиху. Не все ли они служебные духи, посылаемые на служение для тех, которые имеют наследовать спасение? Кому из ангелов сказано, сядь справа от меня, всех ангелов Божьих? Вот, здесь в Библии напоминается и говорится нам, что Бог посылает ангелов, слава, кто они такие? Служебные духи, слава. Служебные духи, посланные откуда? Из присутствия Божьего. Для чего? Для служения Его Слову. Аминь. Не для служения какой-нибудь теологии, какого-то вероучения, но для служения Его Слову. Вот оно что, посылаемые служебные духи. Откуда мы знаем, что они есть? В Библии сказано, Слово Господне приходило к пророкам. Правильно? Эти ангелы служат Его Словом, через Его Дух. Служат Словом, посредством Святого Духа. И Дух, и Слово приходили к пророкам. И у пророков было Слово Божье. Вот почему они могли совершать чудеса. Не человек это был, но это был Дух Божий в том человеке. Дух Христов в том человеке. Для Слова Божьего. А Он что сделал? Прочистил все каналы. Бог выбрал его, и Он был помазан Святым Духом. И это было не от Него. Он ничего не делал, пока не увидит этого в видении. Илья сказал, на горе Кормил, все сие я сделал по повелению Твоему. И ныне, да будет известно, что Ты, Господи, есть Бог. О, Слава Богу, я видел это так много раз, когда видишь, как Дух Божий врывается на то место, и помазание покрывает то место. Если бы эта маленькая группа здесь в это утро, если бы только смогли обрести такой разум, убрать с дороги всякое сомнение. Как Вы можете еще сомневаться, когда видите, как мертвые, мертвые воскресли, хромые ходят, слепые видят, глухие слышат. Ангел Господень, даже его фотография висит здесь на стене, поставив в тупик науку повсюду. Что Он совершает? Оставайтесь со Словом. Аминь. Оно заколет любого беса. Да, оно заколет. Что это? Служебные духи, посланные из присутствия Божьего, для помазания говорящих Слова, которые стоят со Словом. И Он подтверждает Слово последующими знамениями, являя Иисуса тем же самым, вчера, сегодня и вовеки. Вот Он. А разве мы можем усомниться, когда Он и научно, и материально, и духовно, и всячески, как только можно доказать, Он доказал здесь? В чем дело? В наших умах. Мы открываем этому наш разум. Говорим, ну вот, я не знаю, может это быть или нет, может быть, если завтра почувствую себя лучше. Ох, это здесь совсем ни при чем. Как я часто говорил, Авраам, возможно, сказал Саре, она уже вышла из женского возраста, вы понимаете, о чем я говорю. Это время жизни, месячное. Видите, ей было 65 лет. Это было у нее позади, вероятно, лет 15-20 назад. И он сказал Гейм, может быть, через несколько дней, сказал, ты чувствуешь какие-нибудь изменения, дорогая? Никаких изменений. Это здесь совсем ни при чем. Мы все равно будем продолжать. Ну так вот, если ты опять будешь как молодая женщина, мы знаем через ту клетку жизни, что ж, тогда мы увидим появившегося ребенка, и все будет в порядке. Так, сегодня ты чувствуешь какое-нибудь изменение? Прошел месяц с тех пор, как он мне пообещал. Ты чувствуешь перемены, дорогая? Никакой перемены, Авраам? Никакого знака, ничего? Я все еще точно такая же, какой я была в последние годы. Никаких изменений. Слава Богу! Все равно он будет. Ты думаешь, Авраам, послушай, если он обещал тебе, он же должен дать нам знак. Вот таким образом. Он обязательно даст нам знак. Ух, аллилуйя. Род хилый и прелюбодейный ищет знамения. Это верно. У него было знамение. Что это было? Божье слово. Это было знамение. Как Бог смог исцелить этого ребенка? Это сказало Божье слово. Имею я ощущение, или не имею ощущение, или я... Не важно, что происходит. Бог так сказал. Это решает все. Авраам сказал, собирай свои шляпки и все остальное, мы отправляемся из этой страны. Куда ты направляешься? Я не знаю. Аминь. Но мы все равно отправляемся. Мы идем. Собрались и пошли. Аллилуйя. Это настоящее слово Божье. Что тянуло его вперед? Обетование Божье. Слово Божье. У нас это будет. Выйди из народа твоего, Авраам. Они... Дело в том, что они сомневающиеся и неверующие. Они и тебя поставят в такое же затруднение. Выходи оттуда. Отделись и живи для меня. Что это? Оставь позади себя всю совесть и чувства. Вот так-то. Открой разум свой и помни. Это я. Приди, живи со мною. Аминь. В такой же самой жизни Бог в это утро зовет каждое семя Авраама. Теперь идет великая битва по всему миру. Бог желает, чтобы его дети отделились. Отчего? Зрение, вкус, осязание, обоняние, слух, воображение, совесть, воспоминания, размышления, привязанность и все остальное. Открыли свой разум и впустили туда слово. И маршировали бы со словом. Это настоящий солдат. Вот таким образом стоят звезды. Солнечная система не изменилась. Зодиак. Утренняя звезда восходит на свое должное место каждое утро, в точности, как она восходила при сотворении Земли. Вечерняя звезда занимает свое место. Всякая звезда. Малая медведица именно в должное время, в точности там, где она должна находиться. Полярная звезда стоит неподвижно и не сдвигается. Аллилуйя! И все вращается вокруг полярной звезды. Все остальные. Потому что она прямо по центру Земли. То есть Христос. Аминь. Он стоит и командует своей армией, как великий военачальник. Как Моисей на той горе с поднятыми руками. Израиль сражался, пробивая себе путь, а он стоял с поднятыми руками. Он стоял, подняв свои руки до самого захода солнца. Им пришлось поддерживать его руки. Это был Моисей. Он был прообразом Христа. Чтобы его руки оставались поднятыми, его руки пригвоздили ко Кресту. И он взобрался на бастионы славы. Сегодня в своей одежде, обогрелной кровью, предстал пред Что, если он боится разбить скорлупу? Что, если цыпленочек внутри яйца, маленькая птичка, испугался пробить скорлупу яйца? Что, если он услышал какой-то звук снаружи? Говорят, не разбивай скорлупу, можешь пораниться. Но сама природа в этой птице говорит ему, клюй ее, пробей в ней дырку. Пусть эти старые организации говорят, дни чудес прошли, ты можешь повредить себе, ты удалился в фанатизм. Бросайся на эту скорлупу. Проламывай ее изо всех сил. Аллилуйя, прочь сатана, я выбираюсь отсюда. Вот что. Больше не буду здесь лежать. Больше не буду здесь сидеть. Меня больше не будет на этом дьявольском месте. В это же утро я пробьюсь на свободу. Аминь. Я орел. Аминь. Аллилуйя. Но тот орленок, шея, как падающий молот, продалбливает ту скорлупу. И неважно, какой твердости скорлупа, он пробивается через нее. И сразу же, я думаю, он слегка похлопал крылышками. Все в порядке. Пробивай себе дорогу к выходу. Это верно. Как это делать? Долби одно. Так говорит Господь. Так говорит Господь. Так говорит Господь. Наконец почувствуешь вкус свежего воздуха. Так говорит Господь. Высунешь свою голову наружу. Так говорит Господь. Теперь поднажми, ты выбираешься. Он уже никогда не вернется в эту скорлупу. Аминь. Он свободен. Ух, здорово. То слово однажды пройдет сквозь все те чувства сознания и прочее, а сядет вот здесь, и разум раскроется и впустит его. О Боже, смилуйся. Уже ничто и никогда больше не повяжет. Ты свободен. Кого сын освободил, тот вне скорлупы. Ваша деноминация уже никогда не зазовет вас обратно. Дьявол уже не сможет ничего тебе сделать. Тогда пусть он себе шипит и вопит. Но ты на шоссе мчишься на высокой скорости. О, мчишься по царскому шоссе, помазанный воин Креста. Аминь. И это для всех вас, орлы, с верою. Провозглашайте Иисуса, свет миру. Мчитесь по царскому шоссе. Конечно, так точно. Эти служебные духи, посланные из присутствия Божьего как служителей, служить чему? Его Слову. Не какой-то теологии, но Божьему Слову. Они служебные духи, посланные от Бога для служения. Служебные духи. О, и запомните, если это служит чему-либо кроме Слова, тогда это пришло не от Бога, потому что Слово Твое утверждено на небесах. Всегда на небесах Слово Бог бодрствует над ним, и Он никогда не пошлет Духа служить чему-то, кроме Слова. Он никогда не пошлет Духа для крупных ДБН, ДФН, с черным воротничком вокруг шеи и все в таком роде. Говорят, ну конечно, дни чудес прошли, мы все это знаем. Нет-нет, это не пришло от Бога. Это противоречит Слову. Аминь. Он посылает тех, которые служат в Духе, Слово. Аминь. Ох, у меня тут еще есть 4 или 5 штук, но я в этот раз пропущу. Возьму следующее воскресенье. Хорошо. Сатана и его бесы помазаны. Если эти ангельские духи помазаны донести тебе Слово, заставить тебя верить Слову, вы где-нибудь видели или когда-нибудь слышали, чтобы пророк, настоящий пророк Божий, отрицал Божье Слово? Никак нет. Что происходило, когда организации тех дней заявляли, так вот, он ошибается. Он стоял сам по себе и стоял один. Он сказал, это верно. Взгляните на Михея в те дни. Святой ролик, видите? Сын Емвлая. Там было 400 помазанных, якобы помазанных порока. Стояли там, все хорошо накормленные и подготовленные, с высокими степенями и высокообразованные, и блестящие ученые. Сказали, вставай, наш верный царь, Господь будет с тобою. Это принадлежит нам. Иисус Новин дал это нам. Итак, ты поднимайся и отбери. Это совершенно верно. Поднимайся и отбери. Что он сказал? Вы знаете, Иосифат сказал, нет ли где-нибудь еще одного? Вот, у них было четыре сотни. Почему бы не поверить четырем сотням? Он сказал, но, конечно, у него есть еще один. Он сказал, мы у нас есть один. Есть еще один, но я его не люблю. Это человек, который хочет слушать. Добавь его, посмотрим, что он будет говорить. Он сказал, ну, наверняка где-нибудь у вас есть еще один. Сказал, я, я, ну, у нас есть один, там есть еще один, но, ух, я ненавижу его. Ух, видите, там, там, того парня я тоже хотел бы послушать. Сказал, приведите его. Давайте посмотрим, что он скажет. И они сказали, ну, слушайте, вы написали, что это правильно, потому что вы притягиваете к корням. Вы притягиваете к всем министерским ассоциациям и так-то, понимаете? Палестин. Итак, они пошли и рассказали ему. Сказали, послушай-ка, в это утро подготовь свою проповедь как надо, потому что будешь проповедовать перед царем. Будешь проповедовать для всей такой-то ассоциации служителей. Палестины, понимаешь? Целая ассоциация служителей. Вот, запомни себе, вот что они сказали. Ты говори то же самое. Ты верь таким же образом. И тот, он не на того нарвался. Тот человек отделался от этих старых резонов. Он прочистил дымоходы. Вот, свое сознание. И, ну вот, ты знаешь, что они сделают? Если ты скажешь то же самое, я думаю, они поставят тебя областным пресвитером. Вероятно, поставят. Они назначат тебя главным надзирающим этого местного округа, если ты только согласишься с ними. Это не был бы настоящий муж Божий. Еще бы. Его дымоходы были прочищены. Все его сознание и остальное было чистым. Его разум открылся для Слова Божьего. И он верил в Слово Божье и только. Это служебные духи. Это служебный дух. Он сказал, я не знаю, что теперь сказать, но скажу вам лишь одно. Я буду говорить то, что Бог скажет мне говорить. Итак, они ожидали всю ночь. У него было видение. На следующее утро могу себе представить, как Михей, просматривая Писание, говорит, так, давай-ка посмотрим, или это видение... Так, все те мужи, тут что-то где-то не в порядке, потому что они сказали вопреки этому. Что ж, что оно говорит? Взгляну-ка, что тут сказал пророк Илья, потому что мы знаем, что он был пророком. Посмотрим, что Слово Господне пришло к Илье, да. И что оно сказало? И псы будут лизать кровь твою, и, Изавель, псы сожрут ее из-за праведного Ахава, праведного Навуфея. Он сказал тогда, когда он это увидел, он увидел, что его видение точно совпадало со Словом Божьим, что так и случится с этим старым Ахавом. Вышел прямо туда и сказал, иди, но я видел Израиля. Видите, он тогда не постеснялся рассказать свое видение, потому что это было Слово Господне. Он знал, что полностью мог на это положиться. Он открыл свое сердце, свой разум, Слово Божьему, и тогда Слово Божье раскрылось. И так он узнал, что это точно было Слово Божье. Теперь ты скажешь, ох, если бы я был Михеем. Ты можешь быть. Можешь. Ты тоже можешь, дорогая. Ты, Михей, пророк. Что ты можешь сделать? Раскрой свой разум. Что я стараюсь говорить вам сегодня утром? Слово Господне. Видите? Раскрой свой разум. Скажи, теперь, знайте, я верю, что могу исцелиться. И тогда, что это такое? Это Слово Господне. Конечно, это Слово Господне. А вот этот парень говорит, дни чудес прошли. Не можешь сделать этого. И ты выбрось и забудь. Поставь Бога впереди. Вот приходит Слово Господне, и он извлекает его. Так оно и было. Что сделал Сатан? Сатан был и других, и других. Теперь Сатан был и его служб. Теперь, что сделал Сатана? У Сатаны были другие помазанные. Вот, Сатана помазывает своих слуг. Ох, конечно. Угу, ясное дело. Он помазывает своих слуг. Чем он помазывает их? Неверием. Сатана и его бесы помазывают, человечество не верим в Божье Слово. Так вот, если хотите подтверждения этому, обратитесь к Бытие 3.4. Давайте обратимся туда и одну минутку послушаем и увидим, что это было его первой тактикой. Это было первое, что он сделал. Он не меняет своей тактики. Он делает это постоянно. Теперь, просто посмотрим, что именно это. Вот, он не проявил несогласия со словом. Он просто заставил ее чуть неправильно истолковать его. Вы знаете, сделать так, чтобы оно звучало так, как ему хотелось, чтобы оно звучало. Но, не принимать слово полностью. Так, тут у меня Бытие. Бытие 3.4. Давайте посмотрим, не это ли тут сказано. Хорошо. И сказал змей жене, нет, не умрете. Нет, не умрете. Видите, как он это процитировал. Ох, мы думаем, что дни чудес прошли. Мы не верим, чтобы люди получали Святого Духа подобно тому, как они получили в Пятидесятницу. Ох, как бы тебя не крестили, никакой разницы. Видите дьявола? Он тактика? Ну, если доктор сказал тебе, что ты не можешь хорошо, то он садится. Видите дьявола? Видите его тактику? Ну, если доктор сказал тебе, что ты не выздоровеешь, то все решено. Так вот, не подрывая доверия к доктору, доктор трудится на научном уровне. И доктор сделал все, что мог, чтобы спасти жизнь человека. Но ее нельзя спасти, потому что он не знает, что еще можно сделать. Он в пределах своего разума. Это честный человек. Но теперь, с древом познания все хорошо. Но когда доедете, докуда оно довезет, тогда сходите. Пересаживайтесь на древо жизни. И езжайте дальше. Аминь. Вот так-то. Оно действует только досюда. Да. Итак, какова теперь тактика сатаны? Что он тут сказал? Взгляните на первый и на второй стих. Давайте я тут прочту первый стих до третьего. Змей был хитрее всех, всех зверей полевых, которых создал Господь Бог. И сказал змей жене, да, Бог сказал, не ешьте ни от какого дерева в саду. Теперь послушайте его, как гадко он поступает. И как он, как он отбеливает то слово, видите? Он, что он пытается сделать? Проникнуть в ее разум. Видите? Он разговаривает с ней после того, как слово уже укрепилось там. Так вот, не позволяйте сатане ничего укреплять. Поняли? Слово Божье держите укрепленным в своем сердце. Поняли? Делайте то же самое. Будьте начеку, вы, Михеи. Сказала жена змею, плоды с дерев мы можем есть. Только, только плод дерева, которое среди, посередине, видите? Сада. Бог сказал, не ешьте их и не прикасайтесь к ним, чтобы вам не умереть. Видите? Вот, это слово. И она его цитирует ему. Теперь следите. И сказал змей жене, нет, не умрете. Видите его тактику? Видите? Что он старается сделать? То первое человеческое существо. Он старается помазать ту драгоценную женщину, дочерь Божью, неверием в Божье Слово. Именно это он пытается заставить ее сделать. Вот, что он пытается заставить тебя сделать, дорогая. Вот, что он старается заставить делать каждого из вас, помазывая вас. И единственное, что вы должны теперь делать, у вас свободная воля. Теперь вы можете принять это, если вы пожелаете, но гоните это вон. Если Ева не остановилась бы в тот момент послушать, ни за что не останавливайтесь. Не останавливайтесь. Когда, когда Илья говорил Геезии, сказал, «Возьми мой посох, иди, положи его на мертвого мальчика. И даже если кто-то заговорит с тобою, не отвечай ему. Если кто-то попытается остановить тебя, продолжай идти». Взгляните на ту женщину, когда позвала своего слугу. Она сказала, «Оседлай мула и езжай вперед. И даже не останавливайся, пока я не прикажу тебе». Вот оно. Когда ты получил послание, продолжай идти. Аминь. Говоришь, «Не могу больше подняться. Нет, я слабею». Продолжай идти. Не останавливайся. Все откладывай в сторону. Пробирайся вперед. Брат, в твоей руке меч. Просто продолжай рубить. Однажды я пошел на футбольный стадион и собирался проповедовать. Я остановился у двери и посмотрел наверх. Было написано, «В драке не важен размер собаки, но важно, сколько в собаке драки». Вот что побеждает в сражении. Видите? Вы говорите, «Ну смотри, посмотри, как все эти огромные церкви против этого. Меня не волнуют их размеры. Но сколько драки в той собаке. Вот что считается. Это вера в том человеке». Если ты трус, то полезай в свой окоп. Но, брат, если ты солдат, стой твердо. Идет сражение. Сцепились правда и неправда. Давай драться. Как Питер Картрайт приехал в город и сказал, «Господь сказал мне приехать сюда и делать пробуждение». Он снял какой-то старый склад, забрался туда и начал его очищать. И заявился один здоровый жлоб из этого города. На боку висит пистолет, двери. Один из тех сказал, «Что этот парень там делает?». Сказали, он проповедник. Он сказал, что собирается проводить собрание. «Ну, сказал тот, придется мне пойти и вышвырнуть его на улицу. Пусть убирается отсюда. И точка. Нам тут не нужны никакие собрания». Он заходит туда, вышибает дверь. А Питер Картрайт был в пиджаке, понимаете. И он как раз мыл окна и стены. Такой невысокий человек, знаете. Старый проповедник посмеялся над ним, знаете, что тот руками ел курицу. Что сегодня является этикетом, вы знаете. И так он просто мыл окна и наводил порядок. Этот здоровяк зашел туда, распахнул свой пиджак, на боку пистолет, спросил, «Что ты тут делаешь?». Ну, тот сказал, «Я тут окна мою». И просто продолжал мыть окно, понимаешь. У него была одна цель. Бог сказал ему проводить пробуждение, отмывая эти окна. Тот говорит, «Мы тут не допустим никаких пробуждений». Он говорит, «А, но Господь сказал мне провести это пробуждение». Видите, он продолжал дальше свою работу. Видите? «Эй», тот говорит, «Ты должен понять одну вещь». Сказал, «Тут в городе я заправляю». Он говорит, «Ах, это ты?». И спокойно продолжает мыть окно. Тот сказал, «Пока я стою на ногах, не будет никаких пробуждений». Он сказал, «Вот как?». Тогда придется сбить тебя с ног. Он просто снял свой пиджак, прошел туда, схватил за галстук и сбил его с ног. И вскочил на него. Сказал, «Сражаться надо мне, коль царство и дано. Дай храбрости, Господь». Сбил с него спесь. Сказал, «С тебя хватит?». Тот сказал, «Да». Поднялся и пожал ему руку. В тот вечер он получил спасение в церкви. Вот такие дела. Видите? Так, бери Слово Божье и прорубай себе дорогу через всякие сомнения. Видите это? Точно, это так. Это следующая задача. Давайте ее выполним. Верно. Следующее, что я должен сделать, это избавиться от своих сомнений. Разрубить их. Это моя следующая задача. Убрать прочь все свои волнения. Если чувства говорят мне, ты плохо себя чувствуешь, следующее, что надо сделать, напрочь отрезать. Это так. Ты говоришь, ну, они мне говорят, что, вы знаете, совесть мне подсказывает, что я... Что ж, с таким же успехом можешь и это выбросить. Ты дальше этого не продвинешься. Выполни свою следующую задачу. Снимай свой пиджак и набрасывайся на это. Просто продолжай идти вперед. Одна цель. Я буду побеждать. Аминь. Я не проиграю. Я буду побеждать. Аминь. Сатана помазывает. Видите? Какова его первая тактика? Куда он сначала хотел забраться? В разум. Она приостановилась на минуту послушать. Что он скажет? Ох, неужели это так? Вот где многие женщины совершают ошибку. И многие мужчины совершают ошибку. Верно. Приостановилась на минуту. Только на минуту приостановилась. Как много раз мне приходилось видеть разводы, которым это привело. Ну, я расскажу вам, брат Бранхам. Он так присвистнул. Вы знаете, и я остановилась. И, честно, я не хотела этого. Угу. Вот вам, пожалуйста. Ох, я сидел за столом напротив нее. У нее были такие красивые глаза. Видите? Угу. Видите это? Вот оно. Дьявол делает то же самое. Ох, доктор сказал мне, что я не поправлюсь. Так что я... Пожалуйста. То же самое, видите? Самое великое из всех сражений. Ну, они говорят мне, что я видел, что кто-то такой-то, что пришел к себе, чтобы посмотреть на какой-то хипокрит. Какие-то они действительно были? Да. Угу. Вот, они говорят мне, я видел такого-то, он будто бы имеет цветового духа. Да. Ты увидел какого-то несчастного лицемера. Как насчет тех, которые действительно его имеют? Угу. Да, дьявол укажет вам на какую-нибудь воронью приманку, но не покажет вам настоящего голубя. Угу. Это верно. Он вам этого не покажет. Он будет прятать это от вас. Он тоже воин. Помните? Но велик наш, тот, который в вас сильнее того, который в мире. Но держитесь за Божье слово. Верьте ему, командиры армии, которая здесь. Удерживай свой рубеж, брат. Это верно. Стои на своем боевом посту. Однажды тут у меня была одна девочка. Может, эта леди теперь сидит здесь? Ее звали Нелли Сандерс. Один из первых случаев, когда я видел изгнание беса. Мы тут жили, если я только вспомню место, это где-то за три квартала отсюда. За кладбищем. И я только начинал проповедовать. Я проповедовал тут на углу. На палаточном собрании. И та девочка была одной из лучших танцовщиц. Она тут ходила в среднюю школу. Она и Лихорн. А многие из вас тут в городе знают Лихорна. Держат бассейн. И вот они, она и Лихорн, танцевали лучше всех в стране. Сам он католик. Конечно, религия ничего для них не значила. Так что, для Нелли и других. Итак, она была известной танцовщицей, и он тоже. И у них тут был один танец под названием «Черное дно» и «Тряска психов». И всякое такое. И она была... Они оба были лучшими в стране. Однажды она забрела сюда, вечером на собрание. И там она упала у алтаря. Маленькая Нелли. Благословенно сердце ее. Она склонилась там у алтаря. Она подняла свою руку. И она плакала. И слезы катились по ее щекам. Она сказала «Билли». Она знала меня. Она сказала «Я хочу спастись. Очень хочу». И я сказал «Нелли, ты можешь спастись. Иисус уже спас тебя, девочка. Тебе нужно принять это сейчас на основании Его Слова». И она стояла там. И она плакала. И она молилась. И она говорила Богу, что она никогда больше не будет слушать ничего мирского. И вдруг нежный, сладкий мир объял ее душу. Она поднялась там, восклицая и хваля Бога. Прославляя Бога. И спустя примерно 6 или 7 месяцев после этого, однажды вечером она шла по улице Спринг. Вот, юная девушка. Она была еще подростком. Около 18 лет. И она пришла ко мне и сказала «Хоуп, это была моя жена, та, которая скончалась». Она сказала «Я хотела бы выглядеть как Хоуп и Ирэн». Она сказала «Вы знаете, они никогда не были в миру». Сказала «Этот мир оставляет на тебе отпечаток». Сказала «У меня грубый вид». Сказала «Я перестала краситься и делать другую чушь, но я выгляжу так грубо». Даже мой взгляд, мое лицо, она сказала «Я выгляжу грубо». Она сказала «Они выглядят такими невинными и нежными». Сказала «Как жалко, что я это делала». Я сказал «Нелли, кровь Иисуса Христа очищает от всякого греха, дорогая. Иди вперед, верь этому». Вейн Бледсю, многие из вас знают его, мой закатычный друг. Годы и годы. Он был пьяницей. И он приходил сюда с моим братом Эдвардом. И я подобрал его, чтобы полицейские его не забрали. И я привел его сюда. Я был проповедником и жил здесь с мамой и с папой, еще до женитьбы. И я забрал его, уложил его там в постель. Я сплю, спал на раскладном диване. Братхамов там было много, вы знаете, нас было 10. И у нас было комнаты 4. Приходилось спать по двое в комнате. Итак, у меня был старый диван, где я спал. Я его вот так разложил и положил Вейна к себе на кровать. Пришлось тащить его пьяного в дом и укладывать. И я там лежал. Я сказал, Вейн, ты что уже, себя не стыдишься? А он говорит, ух, Билли, не говори со мной так. Тогда я положил на него свою руку. Я сказал, я собираюсь молиться за тебя, Вейн. Бог благословит тебя. А я был спасен уже где-то, думаю, около года. И вдруг внезапно такси заколотили снаружи в дверь. Кто-то стучал изо всех сил. Брат Билл, брат Билл. Подумал, вот тяна. Наверное, кто-то умирает. Я бросился к двери. Убрал там свое осталье, накинул вот так свою пижаму. И накрыл Вейна. Побежал к двери. По голосу будто женщина. Я открыл дверь. У двери стоит эта молодая девушка. Говорит, ох, можно мне войти? Я сказал, входи. И включаю свет. И вот она стоит и рыдает. И говорит, ах, брат Билли, я погибла, я погибла. Я сказал, в чем дело, Нелли? У тебя сердечный приступ? Она говорит, нет. Говорит, брат Билл, я шла по улице Спринг. Говорит, честно, брат Билл, честно, брат Билл. Я не хотел ничего плохого. Я не хотел ничего плохого. Я спросил, в чем же дело? Я сказал, что я сейчас буду делать? Я не знаю, что делать. Я молодой девушке. Я подумал, что мне теперь с ней делать? Я не знал, что делать. Я был молодым парнем, и я... Сказала, ах, брат Билл, сказала, я просто терзаюсь. Я сказал, ну, успокойся, сестра. Расскажи мне, что случилось? И она сказала, ну вот, она сказала, я просто шла по улице, и этот Редмен Холл, а у них там по субботам бывали танцы. И она сказала, у меня был материал, я шла домой сшить себе платье. И говорит, я услышала ту музыку. Говорит, ты знаешь, говорит, я остановилась только на минутку. Сказала, стало как-то приятно. Я подумала, ну, это мне не повредит, если немного здесь постою. Вот где она совершила ошибку. Остановилась на какой-то момент. Она просто послушала. Сказала, да, просто немного подумаю. Сказала, о, Господь, ты знаешь, что я люблю тебя. Сказала, ты знаешь, что я люблю тебя, Господь. Но я, конечно, вспоминаю то время, когда Ли и я, бывало, мы выигрывали все кубки и так далее, сказала, ого, я помню, как эта музыка притягивала меня. Теперь уже нет. Ух ты, ух ты. Ты только думаешь, что не притягивает. Она уже тебя притянула. Сразу. Как только он этого пожелал, сразу же. Видите? Кто из вас знал Нелли Сандерс? Ну, я думаю, многие из вас. Да, конечно. И они, они были, они были, сказала, она сказала, вот, и знаешь, что сказала? Может быть, я поднимусь туда по ступенькам, сказала. Может быть, я смогу засвидетельствовать кому-нибудь из них? Ух, видишь, ты уже на дьявольской территории. Беги отсюда. Удали ногу твою от зла. Но она поднялась по ступенькам и постояла там несколько минут. И не успела заметить, как она оказалась в руках какого-то парня прямо на танцплощадке. Тогда она пришла в себя. И вот она сидит и плачет. И все твердит. Ох, теперь я погибла, погибла. Я подумал, ну, я не очень-то много знаю из Библии, но думаю, что Иисус сказал так. Именем моим будут изгонять бесов. И Уэйн протрезвел немного и сидел там, наблюдая. Видите? Я сказал, так вот, бес, я не знаю, кто ты такой, но теперь я говорю тебе, это моя сестра. И нечего тебе держать ее. Она не хотела этого делать. Она только приостановилась на минуту. Хотя это и было ее ошибкой. Я сказал, но тебе придется убраться из нее. Ты слышишь меня? Бог мне свидетель, в судный день, понимаете. Раздвижная дверь начала открываться и закрываться. Сама по себе. Бабах, бабах. Там и двери. Хлоп, хлоп, хлоп. Ну, думаю. Она сказала, Билл, посмотри туда, посмотри туда. Я сказал, да, что это такое? Она говорит, я не знаю. Я говорю, и я тоже. И я говорю, что происходит здесь? Что происходит? Я смотрел на тебя, и я сказал, что происходит в Иисус? В Иисусе, в Иисусе, в Иисусе! А дверь ходила, хлоп, 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 вот так хлопала. Я думал, что тут за дела? В чем дело? Я опять посмотрел, вот так. И я сказал, оставь ее, Сатана, во имя Иисуса, выйди из нее. Когда я это сказал, то будто большая летучая мышь, примерно такой длины, поднялась из-за нее, с волосами, вот так свисавшими с ее крыльев и ее ног, полетела, ууууууууууу, направилась прямо ко мне со всего маху. Я сказал, о господь бог, да сохранит меня от этого кровь Иисуса Христа. И Вейн вскочил с кровати, глядя на это. Она как большая тень кружила вокруг, пролетая над кроватью и под кроватью. Вейн соскочил с кровати и, что было сил, бросился в соседнюю комнату. Так мы, я отвел Нелли домой, и я вернулся, я не мог. Вошла мама и перетрясла там простыни и все остальное. В кровати ничего не было. Что это было? Из нее вышел бес. Что произошло? Она остановилась на какой-то момент. Вот и все. Не останавливайся вообще. Когда Бог погружает свое слово в твое сердце, просто бери тот меч и начинай рубить и колоть. Аллилуйя! У меня нет времени ждать ничего другого. «Только перешел рубеж, у меня даже нет времени присесть». Он сказал «Так, возьми мой посох и положи его на дитя, а если кто заговорит с тобою, то даже не отвечай ему». Если дьявол говорит «Эй, знаешь, что ты чувствуешь?» Даже не говори с ним, просто продолжай идти. Дьявол, вы знаете, говорит «Но ты знаешь что?» Ты знаешь, такие-то, когда они получили Святого Духа, ты помнишь? Они чуть не сошли с ума. Даже не говори с ним. Просто продолжай идти. Ты не знаешь про таких-то. Это ты и Бог. Это верно. Держись Бога. Он помазывает своих слуг. Я должен поторопиться. Бог помазывает своих слуг. Видите? Теперь я должен пропустить тут несколько заметок, но мне хотелось бы сказать это. Вот. Теперь послушайте внимательно. Юная леди, теперь слушай внимательно. Здесь мы видим тактику дьявола. Как мы видим? Здесь мы видим тактику дьявола. Как мы видим? У меня тут много мест писаний, пророков и всего такого, где он приходил к ним и разных людей из Библии и делал то же самое. Его тактика всегда такова. Постараться заставить людей разувериться в Божьем Слове. Послушайте, вы воины креста. Когда вы разуверитесь в одном слове Божьем написанной Библии, вы обезоружены. «Веришь этому, дорогая?» «Ты обезоружен! Ты сдаешься! Ты слабак! Облекитесь во все оружие Божье!» Аминь! «Мы...» «Сражение!» «Что Бог сказал, то верно!» «Слово всякого человека — ложь!» Видите? «Но как только ты хоть что-то одно позволяешь себе послушать...» Это его тактика. «Ты обезоружен!» «Сколько Еве пришлось послушать?» «Одно!» «Она тут же была обезоружена!» «Что сделал дьявол?» «Без труда прошел сквозь ее разум, ее дух, и она была извращена!» «Верно?» «Она была извращена в ту самую минуту, когда она была разуверилась в Божьем Слове!» «Все верно!» «Да, мы видим его тактику!» «Гословители надобливаются в обезоруженную силу Бога!» «Тов же верно?» «Все верно!» «Здесь мы видим его тактику!» «Божьим солдатам приказано!» «Облекитесь во все оружие Божье!» «Это правильно?» «Все тактика в Ефизии 6, 10, 13!» «Все точно, мы читали это одно!» «Теперь, если вы хотите записать это место Писания, оно находится в Ефесянам 6, 10 и 13!» «Поняли?» читали его недавно. Это наша тема. Хорошо, отметьте, облекитесь во всеоружие Божье. Давайте, у вас есть несколько минут времени? Давайте вернемся сюда на минутку. Давайте посмотрим, что такое всеоружие Божье. Правильно, давайте начнем с 10 стиха. Так, теперь слушайте внимательно. Давайте найдем это всеоружие Божье. Наконец, братья мои. Теперь я знаю, что буду сейчас как раз примерно без 20 минут 12. Я не хотел бы сегодня слишком долго вас учить, но у меня будет, может быть, только еще одно послание перед моими летними поездками, понимаете? И знаете что? Знаете, почему я это делаю? Я расскажу вам. Однажды мне приснился сон. Я не собирался его рассказывать, но просто пришло в голову. Я могу это сделать после того, как Господь дал мне истолкование. Мне снилось, что я готовился переплыть через большую реку для миссионерского труда. И вот сначала я был там со своей женой. А кто из вас когда-либо знал Джорджа Смита, Смита 6 секунд. Здесь в городе. Джордж Смит. Его сын служит здесь в полиции. Он бедный Джордж. Он теперь алкоголик. Но он был одним из лучших боксеров. Именно он тренировал меня перед тем, как я отправился на МХА. И повсюду. Он нас тренировал. Он был резким. Очень резким. Он был только во втором полусреднем весе 145 фунтов. И он тренировал меня. Бывало стоял там, а он своим кулаком вот так, как уделает мне под дых. Поднимал и прислонял меня к стенке. Вот. Но это меня не беспокоило. Он просто тренировал меня. Это была всего лишь тренировка. И потом мне приснилось, однажды ночью, что я вижу Смита 6 секунд. Так вот, это было не видение. Это был сон. И я видел Смита 6 секунд, и как против него шли молодые парни в борьбе. И он, пожилой человек, около, я думаю, мне 52, ему где-то 58-60. Никто из тех молодых ребят никак не мог до него добраться. Он просто вязал их в узел. Вот так. Укладывал их на пол и удерживал их своей рукой. Я подумал, что это странно. Я думал, что моя жена со мной. Я сказал, что это странно. Я сказал, что ты знаешь что, Меда? Он был моим тренером, а она сказала, что я помню. Она сказала, я помню это. Ты мне об этом рассказывал. Я сказал, так точно. Благодаря его хорошим тренировкам, я выиграл 15 профессиональных боев. Хорошенькое дело. Проповедую Евангелие. И как раз тогда переменилось. И я направлялся через какой-то водоем. Но когда я отправлялся, я отправлялся на моторные шлюпки. Я посмотрел, а там сидели двое моих братьев. Каноэ. Готовились отплыть со мной. Я сказал, вы не можете это сделать, братья? Нет. Я должен отправляться один. И лодочник поднялся, и он сказал, вот тебе лодка. Настоящая белая пластиковая каноэ. Я сказал, нет. Не это. Он сказал, ну, ты можешь плыть на ней в эту сторону, 50 миль в час. Я сказал, но я должен пересекать в ту сторону. Видите? Ну, он сказал, отправляйся с теми парнями. Я сказал, они не грибцы. Они недостаточно знают об этом. Они охвачены энтузиазмом. Они не справятся с этим. Они оба там потонут. Они просто не могут этого делать. И он сказал, вы что, вы можете доверять? Я сказал, послушайте, я знаю о лодках больше, чем они. И я не пытался бы на этом пуститься в стремнину. Из такого материала. Я сказал, чтобы переплыть, нужна моторная шлюпка. Я сказал, нужно что-нибудь побольше, чем это. И я увидел, как он оглянулся на одного из братьев и спросил, ты грибец? Тот брат сказал, да. Видите? Я сказал, это неправда. И лодочник вернулся. Он сказал, скажу тебе, что ты сделаешь. Сказал, они любят тебя. Они верят тебе. Но, сказал, если ты попытаешься переплыть в моторной шлюпке, они попытаются следовать за тобой. В той каное. Они оба погибнут, видишь? Сказал, они не могут последовать за тобой. И я сказал, так что я должен делать? И этот лодочник у дока, он сказал, ты иди обратно туда. Сказал, есть только одно хранилище во всей этой стране. Одно хранилище. Только много откладывай в запас, сказал. И они останутся здесь. Они останутся здесь, когда тебя, когда тебя не будет. Но, сказал, ты должен откладывать про запас. И я заказывал всякого рода капусту, и репу, и редис, загружал и складывал их там. Потом я проснулся. Я не знал, что это было, но теперь знаю. Видите, мы складываем про запас, братья. Эту жизнь тебе придется пройти одному. Лео, ты помнишь тот сон, который у тебя был, когда ты впервые сюда приехал? О той пирамиде. И ты думал, что ты туда поднимешься. Я сказал, Лео, никакой человек сюда не поднимется. Бог должен поставить сюда человека. Ты взбирался в любой физической сфере, куда можно было взобраться. Я сказал, ты не можешь подняться сюда, Лео. Видишь, спускайся вниз. Просто расскажи людям, что это приходит от Бога. Видите? Видите? Это такое, что ты не можешь от этого зависеть. От братьев и сестер. Моя церковь и все такое. Так и другие церкви и братья. Повсюду. Теперь, я не могу держаться в отдалении от той церкви. Кто-нибудь говорит, ну а почему ты встречаешься с теми людьми, сторонниками Троицы, и всего этого, того и другого, и единственниками, и имя Иисуса, и со всеми другими, какие там есть. Зачем ты вообще связываешься с ними? Они Мои. Не важно, что они сделали. Они Мои. Они Моя кафедра. Когда Израиль совершил такое зло, что даже Бог сказал Моисею, отделись, я начну с тебя новое племя. Моисей встал на пути, сказал, прежде чем возьмешь их, возьми меня. Не важно, что они сделали. Я к ним послан. Он посылает свет, чтобы светить. Не туда, где есть свет. Но свет нужен там, где тьма. И ты должен быть с народом. Ты должен стоять с ними. Ты должен, несмотря на их неправду. Израиль поступал плохо, хуже некуда. Они были до того плохими, что Бог отказался от них. Но Моисей меня всегда поражало, как это получилось. Но Дух Христов в Моисее, видите? Вот, мы все неправы. Он встал за всех нас, когда мы были в своей неправоте. Неважно, насколько они неправы. Давайте ни с чем не будем разъединяться или разобщаться. Но пока мы можем завоевывать душу, давайте входить и быть мудрыми, как змеи, и безвредными, как голуби. Видите? И пытаться завоевать каждую душу, какую мы сможем. Вот о чем я говорю в это утро. Заготовка пищи. Заготовка пищи, чтобы у вас было что есть. Чтобы у вас было чем угощать. Запишите это на ваши ленты. Сядьте в прохладной комнате. Может быть, когда я буду далеко-далеко, вы все еще будете помнить, что все это правда. Сядьте в своей комнате и слушайте. Поняли? Это пища, запасаемая в этом хранилище. Я не знаю, куда будет поездка. Но куда бы ни было, он знает, куда он ведет. Я не знаю. Я только следую. Теперь, что он тут сказал? Слушайте внимательно. Наконец, братья мои, укрепляйтесь в Господе и в могуществе силы Его. Укрепляйтесь в могуществе силы Его. Облекитесь во всеоружие Божье, чтобы вы были способны противостоять козням дьявольским, потому что наша борьба не против плоти и крови. Стрелять пулями и резать ножами, видите? Не это. Но против начальств, против властей, против правителей тьмы этого мира. Правители тьмы. Кто правит этим миром? Дьявол? Конечно. Кто заправляет всеми этими делами, этими нечестивыми делами повсюду вокруг, и этими властями и так далее? Все это дьявол. Так сказано в Библии. Дьявол управляет в Соединенных Штатах, дьявол управляет в Германии, дьявол управляет всякой страной в этом мире. Я коснусь этого через несколько минут, и мы узнаем, управляет он или нет. Каждое царство из всех бывших и будущих, до установления Богом своего царства, управляется дьяволом. Я не имею в виду, что все там от дьявола. Есть благочестивые мужи в кабинетах правительства. Один из таких будет здесь через несколько дней. Именно здесь. Они с братом Аргенбрайтом покажут фильм на этом месте. Он был дипломатом при пяти разных президентах. Брат Роув. Он будет здесь, я думаю, на второй неделе апреля. Брат Невил это объявит. Он удивительный человек. Он сказал, что говорит на восьми разных языках, по-моему. Но когда он получил Святого Духа, у него не оказалось языка, на котором мог бы говорить с Господом. Так что Господь дал ему один. Он сказал, чтобы на нем он разговаривал с Ним. Дал ему новый, который он никогда не изучал. Духов злобы поднебесных. Для сего. Теперь послушайте. Вы все солдаты. Перед тем, как мы запустим молитвенный ряд. Примите все оружие целиком. Целиком. Не просто его часть. Все оружие Божие. Чтобы вы могли противостать в день злой. Это тот день, в который мы живем. И все преодолев устоять. Станьте. Аминь. Поняли это? Видишь, дорогая? Когда вы сделали все, что можете сделать, стойте. Тогда стойте. Не сдвигайтесь. Итак, станьте, припоясав чресла ваши. Послушайте это. Слушайте. Вы знаете, что это такое. Ваши чресла. Это середина вашего туловища. Здесь. Видите? Припоясав истинною. Что такое истина? Слово Божье. Это верно. Слово Твое есть истина. Хорошо. И облегшись в броню праведности. То есть делать то, что правильно. Имея в себе Слово Божье, поступать правильно. Броня праведности. И обувь ноги в готовность благовествовать мир. Идите повсюду, в любое место, в любое время. Обувь ноги в благовестие. Видите? И взгляните. Превыше всего этого возьмите щит веры. Именно от него отскакивают стрелы. Видите? Щит веры, которым возможите угасить все раскаленные стрелы лукавого. И возьмите шлем спасения. То есть душа, разум. Разум здесь, голова. Закрывает голову. И меч Духа, который есть Слово Божье. Как же вы уроните этот шлем? Что он делает? Оберегает. Из чего делается шлем? Из меди. Медь даже не поддается закаливанию. Твердое, твержее железо. Медный шлем. Что? Спасение. Знание этой истины. И мое исцеление приходит от Бога. Мое спасение приходит от Бога. Мое переживание соответствует Его Слову. Не церковному понятию. Слову. Аминь. Вот, пожалуйста. Покрыт сверху защитой. Шлемом спасения. Освобождение. Возьмите это и тогда маршируйте вперед. О, вот теперь. Вот что нам надлежит делать. Сатанинская армия. Теперь следите. Вот мы... Я должен поторопиться, но я должен это втолковать. Сатанинская армия несет болезни. Вот кто такой Сатана. Он разрушитель. Сатана. Все царство Сатаны. Это болезни, смерть и скорби и расстройство и беспокойство. Все от Сатаны. Бог есть жизнь, вера, радость, мир. Вот досюда. Видите? Теперь, прямо сейчас сходятся вместе две великие силы. Они сражаются. Они сражаются прямо сейчас, в этом здании, прямо здесь. Они сражаются день за днем с тобою. Каждая сила. Сатан, следите за мной. Тот великим, великим, прястом, Голиаф, пытаясь от него выстрелить. Сатана, постоянно преследуя вас, тот огромный, большой, царского, священного вида Голиаф, пытается напугать вас до смерти. Он прав, но Бог... Ты укреплен. Аминь. Евангелием. Припоясанный словом истинный по чеслам своим. Слава. Проповедник. Вот что это такое. Шлем спасения. Щит веры и меч. Размахивая им в своей руке. Сатана, я выхожу тебе навстречу. Ты идешь на меня во имя науки. Ты идешь на меня во имя культуры. Ты идешь на меня во имя организации. Ты идешь на меня во имя этого того или другого. Но я иду на тебя во имя Господа Бога Израилева. Я наступаю на тебя. Беги прочь. Даже сама смерть не сможет устоять. Протыкай в ней сквозную дыру. Это верно. Сатанинская армия несет болезни, а Божьей армии поручено их изгонять. Это та самая техника, которую применил Бог. Сатана использовал разрушающую армию. Не верить Божьему Слову и установить себе лучшее царство, чем было у Михаила. Но Бог изгнал его. Божий метод – изгнать лукавого. Низвергнуть рассуждения. Низвергнуть предрассудки. Низвергнуть беспокойство. Низвергнуть болезни. Низвергнуть грех. Аминь. Аминь. Вы выше этого. Воскресшие во Христе Иисусе, посаженные на небесных местах. Все бесы под вашими ногами. Если Он начинает высовывать там свою голову, что «Ты знаешь, что ты мертв. Твоя жизнь сокрыта». Что такое мертвый? Ты мертвый для своих чувств. Ты мертвый для своей совести. Твоя собственная человеческая воля скажет «Да, я полагаю, я мертвый для своих рассуждений. Мертвый для всего этого. И ты погребен в имя Иисуса Христа. И с Ним воскрес. И где Он находится, там и ты тоже». Что случилось, когда те, один из тех сомневающихся, попал на небеса? Бог выгнал его вон. И что Он сказал воинам, выросшим во Христе? Когда приходит дьявол, гоните его вон. Изгоняйте его вон. Когда Иисус обучал Свою армию и поручил им идти во все концы земли, «Идите по всему миру, проповедуйте Евангелие всей твари. Кто будет веровать и креститься, спасен будет. А кто не будет веровать, осужден будет. Эти знамения будут сопровождать верующих, моих воинов. Во имя Мое будут изгонять бесов. Будут говорить новыми языками, брать змей. И если что смертоносное выпьют, не повредит им. Возложат руки на больных, и они будут здоровы». Воины Христа, вперед, маршруйте в бой. Крест Иисуса пусть несет каждый пред Собой. «Я с ним распят, однако же я жив. Не я живу, но он живет во мне. Впереди идет Слово. Бог пробивает путь своим обоюдоострым мечом». Тогда неудивительно, когда Гранд взял Ричмонд, и та женщина-южанка увидела, как входит Гранд. Ее охватило вдохновение. И она сказала, «Видел я приход Господень, славу шествия Его. Топчет он вточили виноград возмездия своего. Быстрый меч в его руке, и страшен блеск меча того. Маршируют его войска». «Аминь! Как Гранд взял Ричмонд? Просто, когда он подошел к нему. Аминь! Вот как он взял Ричмонд. Вот как Божьи воины побеждают грех, болезни, как только они подходят. Аминь! Вот таким образом они побеждают свои сомнения и страхи и остальное. Когда что-то появляется, они это подавляют. Убирайся с дороги. Вот так-то. Вот и все. Бог изгоняет их, как он сделал на небесах. Наш великий главнокомандующий показал нам, как это было сделано. Аминь! Рой Роберсон и Брат Фанк. Тут многие из вас, старые ветераны. Вы знаете, что такое настоящий командир. Однажды я... Это небольшая пожарная команда здесь, в Джефферсон-Вилле. Загорелось здание ПФАУ. И туда прибыла пожарная команда Джефферсон-Вилля. И командир ходил вокруг, говорил, лейте воду сюда. Пшшш. Как из шланга. Вот прибыли из Кларксвилла. Полейте водички вот сюда. Пшшш. Здание ПФАУ все горело. Они позвонили в Луисвилл. Вот приезжают натренированные ребята. О, как там гудели сирены. А тут старший командир этой пожарной команды говорит, лейте воду сюда. Полейте воды вот сюда. Нетренированные. Брат, как только остановилась машина, кто был вверху на лестнице? Командир. Когда ту лестницу поднимали, он был на ней. Он еще и не добрался до окна, как уже разбил его. Он схватил свой топор и швырнул его в окно и крикнул, вперед ребята. И пожар был остановлен за несколько минут. Командир. Не командир, что говорит, полейте водички сюда. Немножко попробуйте сюда. Но. Вперед, ребята. Аминь. Он показал путь. Он показал нам, как это делается. Я подумал, что это хорошо обученная пожарная команда. Они остановили тот огонь за несколько минут. Почему? У них был командир, который знал, что он делает. Я подумал, что он делает. Брат, рассказывай, что только хочешь, обо всей своей теологии. Ваши созданные людьми вероучения, ваши организации, играйте с ними. У меня есть главнокомандующий, который рассказал мне, как это делать. Говоришь, ну, если я понюхаю это, почувствую это, фу, чепуха. Вот путь, проложенный главнокомандующим, сказано в 4 главе от Луки. У меня нет времени это прочесть, прочтите это сами. Хорошо. 4 глава от Луки, начиная с 1 стиха. Он не сказал, теперь я расскажу вам, вы идите сюда и создайте большую организацию. Поставьте пресвитеров и дьяконов, или кардиналов и епископов, и вы получите это. Он такого не сказал. Когда сатана встретил его, он сказал, теперь ты голоден, преврати эти камни в хлеб. Он сказал, написано. Тот сказал, повыше, мы поднимем тебя на высоту и покажем тебе кое-что. Но написано. Я сделаю это, если ты сделаешь это. Написано. Вот, как сказал главнокомандующий, это было сделано. Как это сделано, сестра? Написано. Если возложат руки на больных, они будут здоровы. Написано. Во имя мое будут изгонять бесов. Аминь. Что это? Написано. Это приказы командира. Это приказы командира. Написано. Это приказы командира. Кто слышит слова мои и верит пославшему меня, имеет вечную жизнь. Это написано. Это написано. Это написано. Это приказание. А это солдат. Вот таким образом. Вот такую мы выдвигаем артиллерию. Что он сделал? Он прошел прямо туда, к Голиафу. Он показал. Как Давид показал армии, как это было сделано. Как Давид показал Израилю, как это было сделано. Давид означает возлюбленный, спаситель. Видите? Как Давид сделал это? Он сказал. Вот как это делается. Доверьтесь Слову Господа. И Голиаф вышел там и сказал. Ты знаешь что? Я подцеплю тебя на кончик своего копья и скормлю тебя птицам. Он сказал, ты встречаешь меня как какая-то организация. Ты встречаешь меня как современный ученый. Ты идешь на меня со своим длинным 14-футовым мечом. Ты идешь на меня в медном шлеме и со щитом, который я не смог бы даже оторвать от земли. Ты встречаешь меня как тренированный боец. Ты встречаешь меня как доктор философии и правый дважды доктор. Ты выходишь на меня со всеми этими вещами. Но я выхожу во имя Господа Бога Израилева. И сегодня я снесу твою голову с твоих плеч. Аминь. И эта козявка вышла там против того гиганта. Но он знал на чем он стоял. Дрожащие израильтяне говорили там. Ох несчастный паренек. Голиаф сказал. Я покажу тебе кому я это сделаю. И вот он выходит. У него была вера. Видите? В Иисуса. Пять камней. Пять камней. Вложил туда один камешек для начала. Раскрутил как следует. Святой Дух направил тот камень. И он полетел. Голиаф рухнул на землю. Вот так это делается. Вот таким образом Иисус сказал, что он сказал. Теперь, если вы, братья, которые выходите на поприще, если вы хотите знать, как побеждать этих бесов, я покажу вам, как это делается. Сатана сказал, я встречусь с тобой. Голиаф, я покажу тебе, что я могу сделать. Ты голоден? Если ты сын Божий, я вызываю тебя. Ты говоришь, что ты сын Божий. Я вызываю тебя. Если ты сын Божий, то я вызываю тебя. Мень, ты голоден? И если ты сын Божий, то ты можешь сделать это. Он сказал, что это написано. Если ты сын Божий, преврати эти камни в хлеб. Поешь. Ты голодный. Если ты сын Божий, у тебя есть сила сделать это? Он сказал, но вот написано, не хлебом единым будет жить человек. Ох, вот каким образом это сделал главнокомандующий. Поднял его на крыло храма, сказал, если ты бросишься вниз, сказал, ты знаешь, что так же написано. Сказал, да. Сказал, опять же написано. Не искушай Господа Бога твоего. Видите, как он назвал себя? Господь твой Бог. Не искушай Господа Бога твоего. Это написано, опять же, вот так. Видите? Вот это да. Что он сделал? Он поразил его. Он поразил его Словом Божьим. Тактика дьявола – заставить вас не верить Божьему Слову. А главнокомандующий сказал, возьмите Божье Слово и делайте это. Во имя Мое они будут изгонять бесов. Ох, Сатана, их главный командир. Ох, да, вы знаете, некоторые из этих деноминаций стараются вас уверить, что у него раздвоенная копыта, вы знаете, и раздвоенный хвост, и всякая такая чушь. Не верьте этому. Он не такой. Нет, сударь, брат. Он – пройдоха. Не верьте, что у него это есть. Они просто делают это, чтобы вас напугать. Это не дьявол. Во-первых, у дьявола нет копыт. Я очень в этом сомневаюсь. Он просто дух. Дьявол – это дух. У него нет никаких раздвоенных копыт, как вы его рисуете. Нет-нет. Но он мудрый. Брат, он действительно мудрый человек, образованный дальше некуда, в мирской мудрости. Всегда был таким. О да, он прекрасен. Организовал себе армию с мирской мудростью, до того, что, брат, и не пытайся что-то говорить. Ты хорошо должен знать, о чем ты говоришь, когда столкнешься с одним из этих парней, говорящих «Да не чудес прошли». Нет, у него нет. У него нет раздвоенных копыт. Он, ох, он прямо из семинарии, брат, он блестящий. Я имею в виду «он умен», «DFN», «DUN», «PRST» и все остальное. Видите? Там все. Он умен, насколько возможно. Мудрый, конечно, он змей. Самый увертливый из всех. Волосы гладко прилизанные, брат, и, я думаю, одет как надо. Ни одной морщинки на костюме. Умный. Настолько мудрый и хитрый, насколько возможно. Это верно. Не играйте с ним, если не знаете, о чем вы говорите. Это верно. О, но мы знаем его старую, его старую тактику. Мы знаем, что он пытается сделать. Заставить нас не верить Божьему Слову. И у него нет раздвоенных копыт. Нет, нет, нет. Теперь, мы видим, что если у него нет раздвоенных копыт, тогда он должно быть нечто иное. Он пройдоха. Он умен, образован, организован. Брат, его армия такая же. Взгляните, однажды, там в Швейцарии, я просто не знаю, на чем остановиться, друзья. Там есть, там в Швейцарии, туда вошла немецкая армия. Вошла с союзниками. Ух, будто кирпичная стена. Все натренированы. Все копья торчат вот так, на 2,5-3 метра впереди. И они там вышли против тех бедных швейцарцев. Что у них было? Они были вооружены лезвиями от серпов, палками и камнями. И там они стояли. Они потеснили бы их. Прямо за горой были их дома. Это армия Швейцарии вышла им навстречу. Они ничего им не сделали. Те просто вошли и заняли их землю. Что же сделал этот ребенок? Это дитя. Сатана, вот кто отнял бы ее жизнь, если бы смог. Конечно, вот он. Преждевременно. Видите? Эти швейцарцы ничего не сделали. Они были хорошим народом. Они пытались защитить свои семьи. И они выступили там для обороны. Немного спустя там был один по имени Арнольд фон Винкельрид. Вот приходит в эту армию, и все были окружены. Сказали, что мы можем сделать. Посюду море народу. Хорошо обученных. Вот таким образом делает сатана. Хорошо обученный. Выставил свою пику. Все шагают в ногу. Раз, два. Раз, два. Просто надвигались на это маленькое войско. Просто продолжали идти. Это все, что им нужно было делать. И просто закалывали всех своими мечами. Копья протыкали их насквозь. Они покончили бы со швейцарской армией. Это было бы все. Прямо за горами были их семьи. Их родные. Их женщин похитили бы и изнасиловали бы. И их юных дочерей. Убили бы детей. Сожгли бы дома. Все сожгли бы. Забрали бы пищу, скот и добро. Кончено. И вот они там. Что произошло? Вдохновение сошло на одного по имени Арнольд фон Винкельрид. Он сказал. Мужи Швейцарии. В этот день я умираю за Швейцарию. Аминь. В этот день я умираю за Швейцарию. Они сказали. Что же ты сделаешь? Он сказал. Вы следуйте за мной. И сражайтесь с тем, что у вас есть. Он поднялся там. Бросил свое копье. Небольшую палку. Что была у него в руке. Вот такая. И закричал. С поднятыми руками. Вот так. И побежал им навстречу крича. Дорогу свободе. Побежал изо всех сил. Прямо к войскам. И когда подбежал. Он схватился за все копья. За которые только смог. И вот так вонзил их себе в грудь. И умер. Он рассказал им перед этим. Сказал. Вон там есть небольшой домик. Жена и детки, которых я оставляю. Домик, который я только что купил. И сказал. Я люблю их. Но сегодня я умираю за Швейцарию. Он дал мне. Он сказал. Я отдаю свою жизнь для спасения народа. И это был герой. С тех пор у них не было войны. На этом все кончилось. Это обратило ту армию в бегство. Проявление такого героизма, что не было. Армия оказалась в таком смятении. Швейцарцы сбрасывали на них камни и выгнали их из страны. И с тех пор они больше не приходили. Это было сотни лет тому назад. Видите? Почему это был великий поступок? О, брат! Когда-то невежество, суеверие, сомнения, расстройства и страхи загнали народ Божий в угол. Но встал один по имени Иисус Христос. В этот день я умираю за людей. Это верно. Что он сказал своей армии? Следуйте за мной и сражайтесь с тем, что у вас есть. У тебя есть дубина? Бей дубиной. Не бойся. У тебя есть палка? Бей палкой. Есть камень? Бей камнем. Всем, что у тебя есть. Вот что сегодня говорит наш главнокомандующий. Я взял слово Божье и нанес поражение дьяволу и его силе. Он изрубил его на куски. Аминь. Тем словом. Теперь, что у вас есть? Если у вас есть только одно слово, Господь, твой Бог, исцеляющий тебя, руби его. Вперед. Аминь. Вперед за нашим командиром. Так точно. Он изрубил его. Сатана со своими большими прекрасными царствами, со всеми современными прелестями и красотами. Нам нет до этого никакого дела. Это верно. Он еще самый лучший из всех зверей в земле. Да, сэр. Иисус сказал, что дети этого мира были мудрее, чем дети этого Бога. Он по-прежнему хитрее всех зверей полевых. Да, сударь? Иисус сказал, что дети этого мира мудрее детей Царствия Божьего. Так вот, эти два больших противоречия мы будем, я должен, обязан заканчивать. Эти два больших противоречия сталкиваются прямо сейчас. Именно сейчас, тот час, когда болезни и беды нанесли удар по этому миру. Да так, что медицина поставлена в тупик. Все озадачены. Нет ничего, и мы просто, и эта армия, маленькая армия Божья, загнана в угол, и все. Брат, это время для следующего Арнольда фон Винкельрида. Это время. Время выйти вперед следующему мужу Божьему. Время для появления Илии. Время, чтобы нечто произошло. Божья армия, закройте свой разум. Не останавливайтесь ни на минуту, чтобы задуматься над тем, что дьявол предлагает вам через ваши чувства. Но помните, Божье Слово никогда не терпит поражения. Эти две великие армии. Когда враг приходит как потоп, как он приходит сегодня, что сказал Бог? Что он совершит? Дух Божий поднимет знамя против него. Ты один из них? Так точно. Якова 4.7 учит нас. У меня нет времени это прочесть. Якова 4.7 Противостаньте дьяволу и... Он не просто уйдет прочь, но он убежит. Противостаньте дьяволу. Как вы противостите дьяволу? Так же, как наш чей-то капитан сказал нам, чтобы это сделать. Это слово Бога. Противостаньте дьяволу. Как вам противостать дьяволу? Тем самым образом, как нам говорил это наш главнокомандующий. Возьмите Слово Божье. Вот как вы противостоите дьяволу. Словом Божьим. Главнокомандующий рассказал нам, как это было сделано. Все верно. Теперь, в заключение, я хочу сказать это. Тот старый дьявол, вот. Вы думаете, он бесстыдный? Вы думаете, нападет ли он на ребенка? Он нападет на кого угодно. Он атаковал Иисуса Христа. Он три раза яростно атаковал его. Вы это знаете? Сатана атаковал не один раз. Он атакует тебя болезнью. Затем вот он снова придет и атакует тебя. Скажет тебе, дни чудес прошли. Ты не исцелился. Ничего в этом нет. Вы знаете, что это так? Он атаковал Иисуса три раза. Три диких атаки. Он напал на Иисуса со своим неверием в Божье Слово. Иисус был Словом, конечно. Тот не верил этому. Если ты, если ты... Вот он наступает. Дикие атаки. Как этот враг делает и сегодня. Вот они приходят, говорят. Если ты, Сын Божий, покажи мне чудо. Дай мне увидеть, как совершится. Брат, он налетел в трех диких атаках. Если ты, если ты... Теперь, что сделал Иисус? Иисус был Словом Божьим. Он был Словом. Он нападал на Слово. Я чувствую, что это хорошо проповедовать. Я, честно говоря, это верно. Слава. Я просто становлюсь... Просто чувствую желание проповедовать. Я честно. Это верно. Иисус – это Слово. Вначале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог. И Слово обитало, стало плотью, и обитало. Иисус был Словом. Что он сделал? Он изрубил его в куски. Вот это да. Я собираюсь заканчивать. Что сделал Иисус? Он был Словом. И так он Словом рубил Сатану. Отражал его дикие атаки. Он налетел там, как отряд Деса, штурмовой отряд, или что-то такое. Так набросился на Иисуса, на Слово. А Иисус взял и тем Словом изрубил его на куски. Аллилуйя! Точно! Изрезал его на куски. Нанес ему поражение Словом. Видите его наступление? Следите, слушайте внимательно. Это заключение. Какое у него наступление? Разуверить в Божьем Слове. Это его наступление. Там вы видите самую великую битву из всех? Есть только две силы. Сатана и Бог. И какое у Сатаны оружие против вас? Заставить вас разувериться в своем оружии. Он разоружает вас. Давайте послушаем очень внимательно. Слушайте. Если он сможет заставить вас разувериться в значительности вашего оружия, если он убедит вас, что ваше оружие недостаточно сильное, тогда он разоружил вас. О, брат Невилл, я надеюсь, мы никогда этого не оставим. Взгляните. Он разоружил вас, как только он разуверил вас в том оружии. Когда ты это отложил, твоя борьба прекращается. Ты побежден. Держите это оружие. Не складывайте его. Мы видим его неверие. Давайте, теперь я хочу сказать еще одно, минуточку. Россия. Я хочу это сказать на благо ветеранов и так далее. Здесь и вам, изучающим Библию. Что вы беспокоитесь и кричите насчет России? Ух, разве вы слышали, чтобы я говорил вам строить бомбоубежище? А? Что вы трясетесь из-за России? Россия ничего такого. Они не собираются побеждать никаких войнах. И завоевывать мир они не собираются. Коммунисты не собираются завоевывать мир. В чем же дело с людьми? Может ли не исполнится Божье Слово? Слушайте, теперь это на ленте. Я говорю этому миру. То есть, куда пойдут эти кассеты. И для людей, которые здесь, что бы со мной ни случилось, вы верьте этому. Россия, коммунисты ничего не будут завоевывать. Божье Слово безошибочно. Рим будет завоевывать этот мир. Давайте возьмем видение Даниила. Это Слово Божье. Ты, о Даниил, ты, о царь Набухадоносор. Это золотая голова. Вавилон. После тебя восстанет другое царство. Серебряное. Видите, это была Медоперсия. Потом было греческое. Александр Македонский. Затем наступает Рим. И там ничего не было сказано о коммунизме. Рим завоевывал этот мир. Иисус Христос родился в Римском царстве. И во время его первого прихода сюда был гоним Римским царством. И при его втором прибытии, пришествии теперь, его послание преследуется римскими деноминациями. Она является матерью их всех. И когда он вернется, он придет и сметет то Римское царство, чего евреи всегда ожидали, чтобы он пришел и смел Римское царство. Католическая иерархия со всеми деноминациями мира прямо сейчас соединяются вместе, как организация, союз церквей. Организовывающихся вместе. Это не Россия. Это Рим. Так говорит Господь. Да. Покажите мне местописание, где правил бы коммунизм или еще что-нибудь, кроме Рима. Мидо-Персия сменила Навуходоносора? Конечно. Греция сменила их? Да. Рим захватил власть после них с тех пор. Разве не распалась на 10 атаманских держав, как у нас сегодня? Было «Эйзенхауэр» означает «железо», «Хрущев» означает «глина». Разве у них не было здесь этого собрания? И Хрущев снял свой ботинок. Чтобы всем было ясно и понятно, постучал по столу, вот так, чтобы показать людям. Так в чем же сегодня дело с народом? Куда подевалась вера? Вы что, не верите, что Божье Слово – это истина? А той штуки здесь нет. В чем дело сегодня с проповедниками? Коммунизм. Каждый проповедник пытается сражаться с коммунизмом. Коммунизм – это ничто. Дьявол машет прямо перед вашим носом этой штукой? А вы и не знаете. Это католицизм. Деноминационализм. Ирим – мать деноминаций. В Библии сказано, она блудница и ее дочери шлюхи. Против Бога. Против Его Слова. Воины, подхватите Слово. Ангелы милости, оставайтесь со Словом. Однажды я погибну, но это Слово не погибнет. И вы, молодые люди, если это не произойдет при моем поколении, вы увидите вот что это. Вы слышали новости сегодня утром? Миссис Кеннеди собирается встретиться с римским папой. И что сказал папа? Видите? Все религии этого мира. Ох. Что ж, может быть мы больше поговорим об этом следующее воскресенье. Видите, не беспокойтесь насчет России. Россия не такая уж значительная. Не беспокойтесь насчет коммунизма. Следите за католицизмом, объединяющимся с церквами. В Писании ничего не написано насчет управляющего миром коммунизма. И я пойду со Словом. Несмотря на то, что происходит. Я верю Слову. Католицизм захватывает мир. И католицизм мать организации. До Рима не было никакой организации. И каждая из них произошла оттуда. И в Библии сказано так. Она мать блудниц. Я мог бы остановиться на этом на полдня. Но думаю, что буду продолжать дальше. Когда враг атакует нас, тогда... Ох, я говорю тебе, ты должен присоединиться к нашим... Что же ты собираешься сделать? Пойдешь на компромисс? Настоящий солдат не пойдет. Нет. Что же вы тогда делаете? Разум. Разум Христов. Что сказано в Библии? Разум Христов добудет в вас. Какой у него был разум? Оставаться со словом. Это верно. Оставаться со словом. С отцовским словом. И всякий раз наносить врагу поражение. Теперь, когда враг нападает и пытается убедить, что вам надо делать это и делать то, что вы будете делать. Оставаться со словом. Это верно. Что вы тогда желаете делать? Брать слово. Что такое слово? Здесь в Библии сказано. Мы только что читали. Ибо Дух и Божий есть слово. Видите? Взгляните сюда. И возьмите шлем спасения и меч. Меч Духа. Меч Духа. Что? Дух. Что проходит сквозь твой разум и входит в тебя. И меч Духа. Это слово Божье. Что сражается Святой Дух? Что сражается Святой Дух? Сенсация? Слышение? Слово! Слово! Чем сражается Святой Дух? Ощущением? Чувством? Слово! Сердце! Ого! Слава! Чем он сражается? Чувством? Словом. Словом. Давайте скажем это. Словом. Словом. Словом Божьим. Вот чем сражается Дух. Дух Божий вышел против дьявола и сказал, написано, аминь, написано, и дьявол убирается прочь. Что мы делаем? Берем меч, то есть Слово Божье. Держим его чем? Рукою веры. Сильную рукою веры. Обоюдоострый меч. В Библии сказано, евреям 4, это меч обоюдоострый, сечет налево и направо. Брат, что он делает? Бери Слово, бери Дух. Пусть Дух войдет в твое сердце. Открой свой разум, скажи, Слово Твое верно. Вот, сделай это, сестра. Слово Твое верно. Господь, я не собираюсь обращать никакого внимания на свое самочувствие, кто и что говорит. Я заделываю дыры, прочищаю все свои подступы от всех расстройств и сомнений. И неверия. От всего, что было. От всяких бывших чувств. От всяких бывших болезней. От всего, что у меня было. Я все это выбрасываю вон. Я обхожу все это. Я иду прямо к моему Духу. О Господь, сойди. Ты сказал, что ты сотворил меня со свободы и воли изъявления. Ты сын мой. Хорошо. Я открываю свое сердце и свой разум. Входи, Господь Иисус. И ухватите веру. Тот меч Духа. Так говорит Господь. Кричите, Аллилуйя. Аминь. Тогда рубите всех врагов перед собой. Аминь. Вот что. Рубите всех врагов. Если какой-нибудь призрачный дух заставляет тебя чувствовать всякий, отрубай его словом Господним. Но наша сила — это радость Господня, сила моя. Убирайся прочь от меня. Бей. Режь его словом. Будь то бес, будь то враг, будь то болезнь, будь то недомогание, что бы там ни было, бери это слово и вонзай его мечом. И если стукнешь один раз, кажется, не сдвинулось, еще стукни, и еще стукни, и снова стукни. И бей его до тех пор, пока не продырявишь, как цыпленок вылупляется наружу. Или орел. Кто ты там такой? Высунься и выгляни из этой старой скорлупы болезни. Пробей себе путь наружу и скажи «Аллилуйя!» Куда дальше? Аминь. Это битва. Это воин. Это воин Креста. Так точно. Бей на повал каждого врага. Почему? Почему? Мы предопределенные. Царственное семя Авраама. Когда Авраам отверг все, что было против Божьего Слова, он пробил себе путь через все препятствия, которые стояли перед ним. Они говорили «Твоя жена слишком стара». Он отрубил это и убрал с пути. Дьявол сказал «Ты не можешь сделать этого, ты не можешь сделать того». Авраам отрубил и убрал с пути. Он бил по этому и бил по этому, пока не пробился. Куда дальше, Господь? Перебирайся со своим шатром вот сюда. Он направился и там построил ему алтарь. Туда перебрался и сатана приходит. Говорит «Вот, я говорю тебе, это неподходящее место. Я останусь именно здесь. Убирайся с моей территории». Он сказал «Аллилуйя». Лот сказал «Ты лучше перебирайся сюда. Мы здесь хорошо проводим время. Мы все тут в этой нашей организации. Как же, моя жена глава литературного общества города и всего другого? Я говорю тебе, ты должен перебраться сюда». Сара сказала «Авраам, замолчи, Сара. Аллилуйя. Будь там. Сюда меня поместил Бог. Вот здесь я и нахожусь». Вот куда меня поместил Бог. Народ и ангелы дочтут Христа, царя всего. Корону пусть ему несут. Венчайте все его. «Стою я на скале Христа, в других основах лишь песок, в других основах лишь песок». Даже сама смерть, всякое другое, цепучий песок. «На Христе, на прочной скале я стою». Царственное семя Авраамова. Царственное семя. Еще бы. Самая избранная английская армия. Это величие Англии. Королевская кровь. И королевская семя Христова – это Духом Святым, наполненная Церковь. Наполненная Святым Духом. Что? Царское семя. По обетованию. Не по ощущению. Но по обетованию Божьему они стоят у Слова Божьего и пробивают себе путь, восклицая «Аллилуйя». Даже смерть приходит и говорит «Он уже наступает на пятки». Скажи «Раступи, Сеордан, я перехожу. Пробивай себе путь на обетованную землю. Аминь». Что произойдет, когда закончится сражение? Я уже заканчиваю, конечно. Когда закончится сражение, и святые маршируют и отправятся домой? Я хочу спросить у вас кое-что. Что произошло? Что произошло, когда Гитлер вошел во Францию? Говорят, что какое-то время не было видно небо, самолеты. Немецкий строевой шаг. Видите, они там проходили, пролетали, празднуя победу. Когда Сталин пришел в Россию, за многие мили, все танки близко друг за другом бомбили Берлин до того, что от него уже ничего не осталось. Вот и все. И когда они пришли, и эти русские солдаты, празднуя, они шли таким, вы знаете, необычным образом. Я видел это в одном фильме, однажды в Лондоне, как они входили. Настоящая картина того, что там произошло. Когда мы услышали, что закончилась война, мы кричали, мы свистели в свистки. Когда эти герои возвращались, мы встречали их там. Люди кричали, люди ликовали. Мой кузен был там. Сказал, когда он возвращался, все старые ветераны, которые были сильно изранены, которые не могли подняться с кровати, так что их притащили на палубу корабля, когда они подплывали, чтобы они увидели стоящую там статую свободы. Сказал, те сильные мужчины стояли там, они просто плакали и прямо падали вот так, когда они увидели статую свободы. Их не было дома четыре года. Воевали, были контужены и всякое другое. Но они знали, что там находились и жена, и любимая, и мать, и отец, и дети, и все, кого они любили, были за той статуей свободы. Она представляла то, за что они сражались. Ох, свистели в свистки! Весь Нью-Йорк восклицал, когда маршируя входили эти герои. И это не так значительно. Однажды Цезарь, после Великой Битвы, сказал, «Я хочу, чтобы мой самый доблестный воин проехал рядом со мной во время Великого Празднования Победы над нашим врагом». И все офицеры поправили свои плюмажи и начистили до блеска свои щиты и маршировали, понимаете, вот так, как настоящие солдаты. Чуть спустя проходит мимо какой-то мужичок со шрамом. Ого! Он так взглянул и пошел дальше, вот так. Цезарь сказал, «Подожди-ка! Подожди минуту! Ты!» Даже не одет, как подобает офицеру. Сказал, «Подойди сюда!» Спросил, «Где ты получил эти шрамы?» Тот сказал, «Там, на поле битвы». Сказал, «Взбирайся сюда! Я хочу, чтобы именно ты стоял рядом со мной». Почему? Он доказал, что он был в сражении. О, Бог, смилуйся над человеком, который порезал свою руку консервной банкой и сыплет цитатами. Я хочу иметь боевые шрамы. Как Павел сказал, «Я ношу раны Иисуса Христа на теле своем». Вот почему я хочу сражаться на поле битвы. Однажды, когда придет наш великий главнокомандующий, который вооружил нас, который дал нам оружие Божье, Духа Святого, дал нам свое слово, которым сражаться, стоять там. Когда будет проезжать наш великий главнокомандующий, я хочу шагнуть к нему в колесницу и с ним вознестись домой. А вы? Затем, когда я возьму под руку свою жену и, посмотрев вокруг, увижу братьев со своими женами и своими детьми, когда мы пройдемся по Божьему раю и будут звучать гимны, воспеваемые ангелами. Вот это празднование! И когда закончится сражение, на нас возложат венец. О да! О, воины креста в это утро! Протяните руку веры и крепко возьмите это оружие! Как насчет этого, сестра? Ты готова? Вытащи то оружие! Скажи, Боже, меня не волнует, что там сказал мне дьявол или сколько наговорил кто-нибудь другой. В это утро я верю! Я верю! Как я однажды сказал, в воскресенье несколько недель назад, один человек видел сон. Ему приснилось, как прямо к нему подбежал такой маленький дьяволенок и сказал, фу! Он отскочил назад, а дьявол стал побольше. Фу! И он отскочил назад, а дьявол стал побольше. Наконец дьявол стал такого же размера, как и он, и собирался его одолеть. Он понял, что с ним надо чем-то сражаться. И он огляделся вокруг, он ничего такого не нашел, чем его ударить. Он только схватил Библию. И дьявол сказал, фу! А тот на него, фу! И дьявол становился все меньше и меньше и меньше. И, наконец, он этим словом забил его до смерти. Вы воины, не так ли, сестра? Возьми то слово и скажи, написано, аминь. Я не собираюсь умирать. Я буду жить. Я буду сидеть в этой скине и прославлять Бога за его благость со всеми присутствующими. Вы верите этому, святые? Аминь. Давайте склоним наши головы. О Господь Бог, Творец неба и земли, да будет ныне известно, что Ты по-прежнему Бог. Неважно, много ли я проповедовал и много ли я сказал Господь, все решает Слово от Тебя. Вот лежат эти платочки от больных людей. Я молю, Небесный Отец, чтобы Твои благословения и сила сошла на каждой из них, когда я возлагаю на них свои руки. Бог, во имя Иисуса Христа, я молю, чтобы Ты помазал эти платки Своим святым присутствием, ибо это написано в Слове. Это не вопреки Слову, но сказано в Слове, что они брали с тела Павла платки и опоясания, нечистые духи выходили из людей, и они исцелялись от разных болезней. Теперь, мы не святой Павел, но Ты все тот же Бог, и Ты тот же самый Святой Дух. Я кладу свои руки на эти платки во имя Господа Иисуса и прошу, чтобы Ты благословил и исцелил каждого из них. И, Боже, вот здесь лежит в кроватке, лежит здесь всего лишь дитя, прекрасная маленькая девочка. Она не может жить, Господь. Сатана сделал ей зло. И замечательные врачи этого мира, несомненно, пытались спасти этого ребенка, но они просто не могут. У них не хватает знаний. Они не знают, что еще можно сделать. Но, Господь, я так рад, что написана еще одна глава. Мы можем перевернуть другую страницу, и на этой странице мы видим, как входит великий врач. В это утро мы зовем его для совета. Теперь, Господь, разве это не написано здесь, в Твоем слове, что эти знамения будут сопровождать верующих? Господь, если я неверующий, то теперь соделай меня таковым. Если эта девочка неверующая, соделай ее верующий теперь. Эти знамения будут сопровождать верующих. Они возложат руки на больных, и те выздоровеют. Написано также, во имя Мое, они будут изгонять бесов. Господь, это, это Твои слова. Это Твои, это Твое слово. И теперь, как Твой слуга, как Ты сказал, если двое или трое из Вас соберутся вместе, я буду посреди них. И если Вы договоритесь о чем-нибудь и попросите, то Вы получите это. Боже, это дитя, возможно, самый больной человек сегодня утром в этом здании, потому что она больше не может жить без Тебя. И она самая больная. Итак, мы все, мы в согласии. Мы все здесь, как один солдат. И в этой группе находится царственное семя Авраамова. Мы идем в наступление на сатану. Приготовься бежать, сатана, потому что наше оружие сверкает, развиваются знамена. Мужчины и женщины держат мечи, маршем наступают на тебя за эту маленькую девочку. Убирайся от нее, сатана. Оставь это дитя. Как армия живого Бога, мы наносим тебе поражение. Оставь ее во имя Иисуса Христа. Иисуса Христа. Я иду возлагать на нее руки. И, сатана, ты связал это дитя. Ты совершил это зло. Я знаю, что ты неровня человеческому существу. Но ты неровня моему Господу. И я выхожу во имя Его. Ты, дьявольский дух, оставь ее. Ты, демон болезни, выйди из этого дитя. И будет она свободна сегодня и впредь. Я произношу это во имя Иисуса Христа. Ты, демон болезни. Я, демон. И, сатана, ты, демон. Аллилуйя. Аминь, 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 аминь! И она стояла здесь, в этом здании. Дьявол ушел от нее. Сделает ее здоровой. Пусть живет она для славы и почести божьей. Это было изречено. И ныне пусть исполнится. Есть ли здесь другие, желающие поднять свои руки и сказать, «Я хочу, чтобы за меня помолились. Я болен. Я нуждаюсь в Боге». Я не знаю, сколько у нас есть времени. У нас достаточно времени, чтобы дать людям пройти вот здесь. Я просто чувствую уверенность в это утро. Да, да. Я хочу, чтобы ты прошел сюда, Билли, и взял бы, может быть, вот эту часть зала, только вот с этой стороны. Пусть сначала проходят отсюда, затем после этого возьмем задние ряды. Вот до того прохода. Затем мы возьмем вот таким образом, тогда они не будут... И теперь я хочу, чтобы здесь возле меня встали брат Невил и некоторые из моих служащих братьев. Прямо здесь. Чтобы вы могли снова провести их вниз к проходу. Хорошо. 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 Теперь я... У кого из вас есть оружие? Теперь будет по-другому. Иди домой. Теперь будет все в порядке. Будешь здорово. По-другому. Аминь. О, все вы, воины, достаньте меч. Достаньте меч, воины креста. Маршируйте, маршируйте. Стою я на скале Христа. В других основах лишь песок. Хорошо. Проходите прямо сюда, на эту сторону. Теперь все пребывайте в молитве, когда они проходят. Спасибо за просмотр! Спасибо за просмотр! Спасибо за просмотр! Во имя Иисуса исцели эту женщину. Аминь. Достаньте теперь свой меч. Держи при себе, восклицая. Воины Христа, вперед! Маршируйте в бой! Крест Иисуса пусть несет каждый пред собой. Убирайся прочь, сатана! В чем дело воины? Сомневаетесь, что мы можем побеждать? Он уже побежден. Мы более чем победители во Христе Иисусе. Каждый бес изгнан. Все остальное. Аминь. Пройди сюда, мой брат. Я молю, чтобы ты исцелился. Исцели моего брата Дока. Исцели его отец во имя Иисуса. Во имя Иисуса Христа исцели эту женщину. Подойдите. Теперь он взял. Я должен попросить братьев. В конце. Повсюду, Господь. О Господь Бог, Творец неба и земли. О Бог, Ты знаешь, что в ее сердце. Ты все знаешь об этом. Я молю и за мать, и за отца. Во имя Иисуса Христа я отдаю. Во имя Иисуса Христа я... Во имя Иисуса Христа я... Боже, будь моей сестрой. Мы знаем, годы накапливаются, и смерть желает завладеть телом этой женщины. Теперь во имя Иисуса. Во имя Иисуса Христа благослови эту девочку, Господь. Наши битвы там, в школе. Я знаю, через что она проходит. Я молю, чтобы Ты благословил. Пусть она достанет тот меч в это утро и шагает вперед. То есть, эту книгу, Господь, взывая к имени Твоему. В это утро я молю, чтобы Ты шел. Боже, благослови моего брата. Даруй ему по его просьбе. Во имя нашего Господа Иисуса я говорю это. Во имя Иисуса Христа мы возносим эту молитву. Во имя Иисуса Христа мы возносим эту молитву. Во имя Иисуса Христа мы возносим эту молитву. Во имя Иисуса Христа мы... Во имя Иисуса Христа мы возносим эту молитву. Во имя Иисуса Христа. Субтитры делал DimaTorzok Во имя Иисуса Христа, исцели моего брата! 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 Проходя через эту беду, я молю, Боже, Ты на нее! Достань этот меч, Эд, и иди вперед во имя Иисуса! О, Боже, исцели эту женщину! Даруй по его просьбе! Пусть он несет этот меч пред собою во времена тяжкие! О, Бог, в это утро! Я молю, чтобы Ты... Отец Бог, я молю, чтобы Ты исцелил нашего брата и сделал его здоровым! И во имя Иисуса Христа! Боже, я молю, чтобы Ты исцелил нашу сестру! Сделай ее здоровой! Во имя Иисуса Христа! Отец Бог, я молю, чтобы Ты исцелил нашего брата! И исцели нашу сестру, Господь! Отец, во имя Иисуса исцели это! Нашу сестру, Отец! Отец, мы молим во имя Иисуса, Боже, исцели эту женщину! Отец, во имя Иисуса Христа! О, Бог, я молю, чтобы Ты... О, Бог, благослови его, Отец! Как мы любим этих старичков, Господь! И я молю, чтобы Ты даровал по его просьбе! Наш Небесный Отец, я молю, чтобы мой брат, О, Боже! Его, О, Боже, воина Креста! И он вытащит тот меч в это утро и промарширует вперед! Боже, мы даруем это, О, Господь, по его просьбе! Боже, благослови брата! Я молю, чтобы Ты исцелил его, Господь! Дай ему желание, чего желает его сердце, во имя Иисуса Христа! О, Небесный Отец! Этот служитель Евангелия, его горло, где она мыла в кастрюлях, Боже, я молю, чтобы Ты сделал! И когда великая армия Божья теперь продвигается вперед с поднятыми мечами, дай ей победу, Господь! Вот ее дорогой муж, Господь, которого привели прямо от той кровати, на которой он лежал, умирающий от рака, и доктора махнули рукой, когда он ушел, и вот он здесь в это утро, дорогой воин Креста, укрепи его, Господь! Для Твоего служения мы молим во имя Иисуса! Я хочу, чтобы эта женщина здесь что-то другое, вот с этим проповедником. Подойди, брат, кид! Совсем недавно этого человека отправили домой из госпиталя, умирающего, изъеденного раком, год назад, два года назад, с простатой. Его доктор отпустил ему жить несколько дней. И однажды утром мы пришли сюда, очень рано, вознесли за него молитву, точно такую же, как за вас, и не могут найти от этого даже следа. Он был исцелен. Аминь. Он, он, теперь он весит больше, чем когда-либо раньше. Он и его дорогая жена трудились на полях благовестия еще до моего рождения. Теперь он здесь. 55 лет, еще до моего прихода на землю. Они проповедовали Евангелие. И вот он, исцеленный, в возрасте около 75 или 81. Двухнедельное пробуждение. Проводили двухнедельное пробуждение и проповедовали каждый вечер. Ему 81 год. Исцелен от рака в пожилом возрасте. Хорошо, сестра. Теперь настало твое время. Вы верите? Воины Христа вперед. Хорошо, сестра. Вы, каждому из вас, что мы собираемся делать? Так говорит Господь. Что мы делаем, находясь здесь? Сатана, тебе настал конец. Теперь мы наступаем. Мы маршируем на обетованную землю. Что это? Кто ты, великая гора, перед Зарвавелем? Кто это там стоит? Ты станешь равниной. Как? Мечом обоюдоострым. Мы порубим ее и падет. Это верно. All right. Onward, Christian soldiers, marching as to war, with the cross of Jesus, going on before. Субтитры создавал DimaTorzok. Субтитры создавал DimaTorzok. Субтитры создавал DimaTorzok. Хорошо. Воины Христа, вперед, маршируйте в бой. Крест Иисуса пусть несет, каждый пред собой. Своё войско на врага Царь Господь ведет своим словом. Под знаменами Христа смело в бой вперед. Воины Христа, вперед, маршируйте в бой. Крест Иисуса пусть несет, каждый пред собой. Аллилуйя! Что они делали? Кто шел первым в сражении за Израиль? Что было первым делом? Первыми шли певцы. Что потом? Ковчег. Затем сражение. Все верно. Теперь вы в это верите? Мы поем воины Христа вперед. Мы убираем прочь всякое сомнение. Поднимемся теперь на ноги. Мы маршируем в бой. Давайте теперь все поднимемся. Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДимаTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok ДимаTorzok